Этот выпуск записывался в январе 2023 года, и это важная информация, потому что за это время много чего изменилось, и гость сегодняшнего выпуска Дима Жемерев успел уйти из JetBrains после 20 лет работы в этой компании, и более того, полностью выйти из айтишки и наконец-то заняться тем, чем он давно хотел заняться, это изучением языков. Ну а если вы хотите, чтобы выпуски выходили чаще, чтобы я их монтировал быстрее, то не постесняйтесь прямо сейчас поставить лайк, подписаться на канал и пошарить этот выпуск со своими друзьями и знакомыми. Приятного просмотра. И прослушивания тоже, кстати. Короче, я первый в мире программист на Котлене, потому что первая программа на Котлене, которая была скомпетирована и запущена, это произошло на моем компьютере. Ты еще и придумал название языку программирования Котлен. История, как я попал в JetBrains, начинается с того, что я чуть не попал под трамвай в городе Франкфурте. LVM — большая и сложная штука. Очень большая, очень сложная. Как обычно работает компилятор? Блин, фронт-энд и бэк-энд в компиляторе. Большинство языков все-таки сохраняются вместимость. Легко ли запушить изменения в Котлене? Это не очень сложно. Это, скорее всего, просто. Проще не начинать. Айтишечка надо. Сегодня у меня в гостях. У меня в гостях. Я сегодня в гостях у тебя, Дим. Дима Жемеров. Перед тем, как перейти к нашему основному разговору, я хочу немножко твои регалии зачитать. Если что-то будет не так, походу, ты мне говори сразу. Значит, кто такой Дмитрий Жемеров? Head of Product IntelliJ IDEA. Я так пытался бы говорить правильно. IntelliJ IDEA, которая... Head of Product департамент. Департамент, да? Да, то есть я за все деньги отвечаю, да? Тут все поняли, что мы сейчас в JetBrains. Да. Дальше я нагуглил, что ты создатель PageArm. Да. Как нагуглил? У тебя на странице это написано. Да, главное дело. Я еще послушал в подкасте, что ты тоже имеешь большое глубокое отношение к WebStorm. Ну, я был какое-то время этим гидом. Не такой глубокой, но был причастен. Так, едем дальше. Создатель, автор книги Kotlin Action. Да. Вместе со Светой Исаковой. Все так. И, ну, действующий программист, инженер с богатейшим опытом. Я прикинул где-то лет 20. У тебя, наверное, больше уже, да? Чуть побольше, да. Даже побольше. Это все к чему? Это все к тому, что ты еще и придумал название языку программирования Kotlin. Ну, я придумал не только название. Там, на самом деле, вся история языка началась с того, что я пришел к Сергею Дмитриеву, тогда SEO-компании JetBrains, и сказал, давай, Сергей, мы сделаем язык программирования. И вот... И понеслось. То есть понеслось как бы в основном руками других людей. То есть, собственно, к дизайну языка я имел не такое большое отношение, но как бы, да, стоял рядом. Ну, все равно это подводочка к нашей основной теме. Мы сегодня будем говорить с тобой про то, как делаются языки. Точнее, ты будешь мне рассказывать. Я программист, мне и шибко грамотный. Мне интересно послушать, как делаются языки программирования. У кого-то возникнет вопрос, почему я у тебя это спрашиваю, поскольку ты вроде как с IDE-шками сильно больше и глубже работаешь. Мне показалось, что это будет прикольно. Мне показалось, что тебя уже все про IDE-шки кому не лень спрашивали, а рядом с Kotlin ты всегда стоишь, и для твоей работы нужно глубокое понимание того, как работает язык программирования не только Kotlin, но и другие. Поэтому сегодня про это. Расскажу, что смогу. Прежде всего, перед основной частью, расскажи, как ты стал программистом. Ну, история началась в 90-м году, когда, в общем, компьютеров тогда еще в Советском Союзе было не очень много, и моя мама тогда устроилась работать техническим писателем в компанию Intercomplex, которая делала советский клон-компьютер ZX Spectrum, который назывался Hobbit. Технические писатели уже тогда были? Да, там были какие-то игрушки, она писала к ним описания. Круто. Вот, она работала из дома, и, соответственно, для этой цели ей домой был выдан компьютер Hobbit, который она документировала, и компьютер BMPC XT, на котором она эту документацию писала, с монитором Геркулеса. Я в то время только родился примерно. Я не знаю, что такое монитор Геркулеса, я не знаю, что такое Hobbit, и вообще мне странно слышать, что в Советском Союзе было что-то с названием и по толке, но... Ну, было такое. Был такой момент в истории, да. Прикольно. Так, компьютер, на самом деле, был очень смешной, то есть там они взяли ZX Spectrum, и еще к нему в ПЗУ зашили интерпретатор Lego и интерпретатор Ford. Ford язык, он как раз такой смешной язык, который очень хорошо помещается в маленькие компьютеры, и там люди для этого Hobbit на этом Ford писали довольно круто. Это какой-то прородитель Фортрана, или это просто... Нет, Ford это отдельный язык. ...звони, похоже. Нет, он появился сильно после Фортрана, как раз в начале 80... ...в 84-м, по-моему, да, если я правильно помню. Это такой стековый язык программирования, ну, можно про него рассказывать отдельно. Неважно. Короче, смысл в том, что появился компьютер, и я, конечно, с этим компьютером пытался что-то делать. То есть там монитор Геркулес, это, собственно, черно-оранжевый монитор, то есть он не цветной, там по тем временам он достаточно высокое разрешение, но цвета там нет. Ну, вот какие-то игрушки, там, Принцов Персии, например. Черно-оранжевый? Да. Очень похакерство. Окей. Вот. И потом как-то пошло-поехало, потом у нас был другой компьютер, и там уже я что-то там... А, на Spectrum у меня, собственно, был, конечно, Basic. Конечно, я что-то тоже с этим Basic начинал по чуть-чуть делать. Потом был Паскаль. Чтобы побайтись наших зрителей, сколько тебе примерно лет было тогда? Девять. Вот половина отвалилась сразу. Ну, нет, программировать-то я не в девять начал программировать. Я начал там, может, в одиннадцать или что-то такое. Возвращайтесь. Ну, по чуть-чуть. Вот. Был Паскаль, был Дельфи. Потом, собственно... Нет, Дельфи был попозже еще. До Дельфи был особенно интересный период, когда у нас в гимназии был компьютерный класс, и, собственно, преподаватель информатики, как я потом уже закончил гимназию, узнал, зарабатывал на жизнь тогда тем, что ломал софт за деньги. Была такая тогда хасп, такой ключ в аппарате. И вот можно... Который тоже вот был софт, который можно было за много денег купить с этим ключом, и можно было заплатить денег хакерам, которые от него этот ключ отломают. Немножку поменят. Вот. И он нас учил разным вещам. Самый яркий момент этого, это когда мы тоже пришли после уроков, там, как обычно, в компьютерный класс, и он сказал, дети, у нас в сети вирус One Half, у вас есть полчаса на то, 45 минут на то, чтобы написать Индивир. Ничего себе! Вот эта школа! Да, нет, мы, конечно, не очень справились. То есть я тогда, по-моему, даже справился написать детектор того, что этот One Half вообще есть на компьютере или нет, но, по крайней мере, вот уровень... А вирус серьезный был? Или это правда? Вирус серьезный был, да, честно. Круто. Вот. И вот уровень образования был примерно такой. Вот еще там... Еще он нас учил тогда, мы тоже что-то... Что-то у нас учил, программировали, по-моему, на ассемблере, и тогда он говорил, что, типа, самый правильный способ передачи параметра функцию, это вот надо не стэк, а вот надо просто... Там ты в коде функции у тебя константа, а потом ты вот эту константу пересвиваешь тем значением, которое тебе нужно в момент конкретного выздава функции. Типа это меньше байтиков, чем там на стэк что-то класть, и быстрее работай. Вот. Вот так он нас учил программировал. Сейчас нас слушают, наверное, круглые глаза у людей, потому что сильно низкий уровень для начинающих, особенно учитывая, что это дети. Тогда это нормально было для детей в то время, когда не было всех этих высокоуровневых абстракций, языков, и когда это не было так популярно. Что-то было там, понятно, там... Фаскаль, Си. Это все было. Ну, то есть это был стандарт? Мне как-то сложно так сказать, что стандарт, что не стандарт. Я имею в виду среди тех ребят, которые увлекались. Понятное дело, что компьютерными науками тогда увлекались гики, можно сказать, гики по-хорошему. Да. И я так понимаю, среди всех ребят это была база. Типа там понимать, как память работает, все с тобой. Ну, среди тех, кто тогда туда ходил, то есть нас тогда не очень... Там из двух классов, нас там, не знаю, человек пять-шесть этим всем как-то серьезно занимались. Ну, вот для нас тогда это было как-то норм, наверное, понимать такие вещи. Потом, соответственно, я что-то свое тоже делал по вечерам. И, в общем, короче, кончилось тем, что когда я закончил школу, я решил, что мне идти на программиста не нужно учиться, потому что я, конечно, хочу быть программистом, но программировать я, типа, сам научился, и там ничего не научился, но учусь дальше сам. И пошел я, значит, на факультет экономики и менеджмента в Санкт-Петербургский Государственный технический университет. Это очень, очень как-то в другую сторону от математики? Или это экономика? Чем определено? Так получилось. Не буду рассказывать обстоятельства, которые к этому привели, но так получилось. И на самом деле, конечно, было очень жалко, что я там оказался там. И на самом деле, конечно, надо было идти на теорию АС на филфаке, потому что было бы так же, имело бы так же мало отношения к работе, но хотя бы было бы на порядок более интересно. А так получилось по твоему желанию, извини, или нет? Ну, меня убедили, что это то, что мне можно желать, скажем так. Вот. Я работал фактически с середины первого курса как-то. С середины третьего, нет, с начала третьего курса я работал почти фулл-тайм. На занятия ходил не очень много, но тем не менее, что-то оттуда подчеркнул. Там какая-то у нас психология была сравнительно вменяемая, там, собственно, менеджмент, кафедра стратегического менеджмента назывался. То есть я потом работал практически по специальности, когда там The Brace был каким-то там руководителем чего-то. Вот. И ну и да, я что-то программировал, то есть как бы на Дельфи, потом на C++. То есть у меня тогда было интересно, довольно последовательно, интересные некоторые из работ тогда были. То есть, например, я писал какие-то компоненты на Дельфи для системы управления агрегатами непрерывного горячего алюминирования на заводе Северсталь в городе Череповце. Вот один из эпизодов моей карьеры тогда был про то, что я писал какие-то компоненты для Дельфи, на Дельфи, при помощи которых программировался агрегат непрерывного горячего алюминирования на заводе в Северсталь в городе Череповце. Меня даже в какой-то момент свозили показать, показали мне этот агрегат, но... А как ты туда попал? Ты же учился на экономическом, ну, типа, по распределению это было, наверное? Нет, 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 как бы распределение. Нет, там, на самом деле, как я туда попал, была история такая. То есть я в какой-то момент открыл для себя сеть Фидо. И, то есть, на самом деле, до того, как я открыл для себя сеть Фидо, был еще более смешной момент, когда я уже знал, что есть Бибески. И я, соответственно, вот, и причем звонить на Бибески в 12 вечера было сложно, потому что занят. Поэтому я ставил два раза в неделю в себе будильник на 3 часа ночи, просыпался, звонил на Бибески, там, скачивал какие-то файлики, что-то там смотрел, там, что, как вообще. И в 5 часов ложился обратно. И так два раза в неделю. Вот, и потом я обнаружил, что, оказывается, можно получить по Интав Фидо, и можно, соответственно, как бы вот это то, что ты делаешь по будильнику, за тебя делает твой компьютер, а ты в это время спишь. И это, конечно, несказанно для меня облегчило существование. Вот, ну и мне там, понятно, мне тоже было интересно какой-то фидошный софт писать. И я в какой-то момент через это дело познакомился с таким персонажем, как Юрий Фрадкин, который тогда занимался тестированием, собственно, одной из главных фидошных софтин. Тогда была такая программа Тимейл, тогда была. Вот, ну я с ним через это дело познакомился, и он меня просто позвал к себе работать. Вот сначала я меня позвал в компанию Ниншанс, такая была. Мы там писали систему информационной поддержки принятия управлечных решений, Ultima S. Ты тогда уже учился в университете? Это был третий курс. Окей. Вот, и потом он, соответственно, оттуда ушел в компанию, которая писала вот это вот, в компанию, которая писала что-то там как про какие-то промышленные штуки. Нормально. Мы пишемся поздно вечером, тут уже уборка идет в офисе. Да, я, соответственно, вот немножко с этим, в этом проекте поучаствовал. Вот, потом я, что еще есть примечательного? Еще есть примечательный, я стоял у истоков компании, небезызвестной компании iFree. Я не знаю, что за она рассказывать. Это, собственно, то есть как бы это компания, которая занималась всякими мобильными игрушками, мобильным контентом. Это вот те джарки, в которые мы в детстве играли? Ну, сначала это были джарки, потом это был iOS. Тогда, собственно, когда там был я, не было даже джарок, а были, собственно, логотипы мелодии, которые можно было покупать за этот тип. Это какая-то крупная компания на российском рынке того времени, я так понимаю, да? Ну, она до сих пор существует. До сих пор, окей. То есть меня тогда просто они наняли, я там по вечерам до них что-то там на джаре программировал, и вот как бы потом из этого вырос огромный бизнес, там у них тоже какие-то сотни людей в Питере работали. То есть получается коммерческая работа у тебя первая где-то в университете появляется? Да. И с тех пор ты уже программируешь на постоянной основе? Да. Тут важно сказать, что после университета экономического у тебя не было высшего образования больше, так? Или было какое-то еще? Да, чтобы еще, опять же, чтобы усугубить еще картину, надо сказать, что я еще в университет в 15 лет пошел работать. Пошел учиться в 15 лет, и, соответственно, вот как бы работал типа в 17. А у кого-то возникнет вопрос, как человек, который делает Айдеешки, которыми все мы пользуемся, который имеет влияние на язык, который все мы знаем, может не иметь базового образования компьютер-сайенс. Что бы ты на это ответил? Есть ли у тебя незакрытый гештальт? Скорее нет, потому что на самом деле... Ну, то есть, во-первых, всегда вокруг было достаточно людей, у которых это образование было, у которых достаточно все было в понимании этих всех формальных формальных штук. Ну, и очень много чего, конечно, я нахватался по дороге. То есть, я не так хорошо знаю, там, не знаю, теоретический компьютер-сайенс, там, не знаю, какие-нибудь, не знаю, теорию вывода типов, например, теорию систем типов. Вот это все для меня немножко темный лес. Но я как-то самостоятельно достаточно хорошо разобрался, как работать компьютер на низком уровне, там, процессор, кэши, память, диск, вот это все. И как-то вот это... Ну, твой пример очень хорошо показывает, что все это можно добирать совершенно спокойно, не классическое академическое образование, оно не всегда стоит во главе. Ну, на самом деле, очень важная часть классического академического образования это контакты, которые ты получаешь в процессе. То есть, например, JetBrains весь стартовал из людей, которые учились вместе с Максом Шафировым, и людей, которых учил Макс Шафиров на, соответственно, программировании в Санкт-Петербургской густарне. Но тебе не помешало это сюда попасть? И это тоже очень смешная история. Рассказывай. Как раз следующий мой вопрос. Как ты попал в JetBrains? История, как я попал в JetBrains, начинается с того, что я чуть не попал под трамвай в городе Франкфурте. Внезапно. Так. Вот. Короче, одно из мест, где я работал до JetBrains, это была усорвственная компания, которая, типа, занималась разными штуками. Компания вела свой бизнес достаточно странно, то есть им было нормально, типа, сказать там, то есть я работал формально на одного из заказчиков, компания сказала, а мне нужно было послать кого-то в кондинировку в Германию для другого заказчика. То есть там в компанию, которая делала что-то для Коммерсбанка, перекладывала какие-то свифт-пакеты из какой-то одной очереди сообщений в другую. Почему-то ближе, чем город Санкт-Петербург, не нашлось человека, который может в пакетики перекладывать свифтовые из очереди в очереди. Но они сказали тому заказчику, что Дима заболел, и Дима полетел на самолёте в город Франкфольд. И сидел там три недели, перекладывал пакетики, значит, на C++ на операционной системе AX. Вот. И в процессе этого я нашёл в городе Франкфольте, конечно, магазин с компьютерными книжками, которые, к счастью, в Германии продаются в том числе на английском языке, а не только на немецком. И там мой взгляд упал на книжку экстремальное программирование. И, конечно, мне стало очень интересно, что за такое экстремальное программирование. что потом вышел из трамвая вот так и обходил этот трамвай, и потом, короче, чуть под него не попал. JetBrains здесь. Где здесь? Дойдём. Так. Вот. И дальше я узнал о существовании, собственно, места в интернете, где люди про это экстремальное программирование обсуждают. И место это называлось, это, собственно, вот, это было, собственно, первое Вики. То есть вот был такой чувак, кого-то разговаривали в Арт Каннинге, он придумал вообще концепцию Вики и сделал эту свою Вики, которая там называлась c2.com slash wiki. Что-то Portland Patterns Repository у него какое-то было странное название, я не помню. Slash wiki? Странный Вики. Нет, просто c2.com slash wiki. Да, собственно, вот он придумал вообще слово, понятие. Википедии не было тогда денег. Я думал, что Википедия это именно собственная... Нет, нет, нет. 2000 год на дворе. Круто. То есть... Ну, я поэтому удивился, что в Википедии ещё не существует, а slash wiki уже есть. Да, ну, вот это, собственно, как бы вики-вики это называлось. Вначале это кавайское, по-моему, слово, означающее быстро или что-то такое. Не помню точно. Вот, короче, значит, есть такое место, значит, где люди пишут какие-то... Там тоже просто... Ты просто страничку, ты на ней пишешь, я думаю то-то и то-то и подписываешься. И под ней другой человек пишет. А я вот думаю на то-то и то-то и другое и подписывается тоже. И смотрю, я там какие-то имена русские. Ну, думаю, интересно, что за чуваки? И написал, типа, тоже, я там завёл свою страничку, и там Дмитрий Жемеров в квадратном скобочке, она на Меркаде до сих пор, кстати, существует. Там у Вики, по-моему, это живое до сих пор. Проченька. Вот. И там, типа, были Кирилл Каллижев и Павел Переков. Такие люди были. И я, типа, пишу, слушайте, чуваки, вы тут, я вижу, вам тоже интересно, давайте, может, я не знаю вообще, где физически находитесь, давайте, может, встретимся. Я тогда, в общем, спокойно очень писал людям из интернета самым разом с приложением «Встретиться», иногда прокатывал. Ну, в то время другое было. Тогда, наверное, ты написал половину интернета, да? Нет, нет. Ну вот, и мы в какой-то момент встретились реально, да, и, типа, вот, типа, поболтали, что-то познакомились, интересно было. Вот. И потом в какой-то момент... А, еще я, на самом деле, у меня тоже еще была большая мечта попасть в гейминдустрию. И я тогда, собственно, тоже познакомился с еще одним чуваком, который тоже занимался программой, который, собственно, в индустрии работал, и они там делают какую-то игрушку. И вот потом он ушел из той компании, где он до этого работал, и в другой компании, типа, собрал свою компанию, хотел там, значит, тоже свой проект делать. И позвал меня к себе. И я уже был почти готов к нему идти. И они как раз... Вот. И мне тогда как раз Паша Периков написал, что вот, слушай, я тут устроился в JetBrains, и вот что-то мне тут не очень, тебе, наверное, понравится. Не хочешь садить на собеседование? Я говорю, слушай, хочу, конечно. Я при этом все это время был полностью уверен, что компания JetBrains находится в Праге. Я... Ну, чешская компания, там, известное дело. Я, причем, был на каком-то митапе, где Женя... А JetBrains сразу открывались и в Чехии, и в России. Ну, первый год существования JetBrains они сидели втроем в Праге. А потом, по-моему, я совсем раннюю историю не знаю, но, короче, да, они в какой-то момент оказались в России. Я, причем, был в 2002 году на митапе, где был Женя Пеляев из JetBrains, что-то рассказывал. Я все равно был абсолютно уверен, что эта компания не чешская. Какая-то плохая... Какой-то плохой промоушен, типа, мне тут не нравится, тебе точно понравится. Приходи, что за фигня? Ну, не знаю, не, но мне все равно было очень интересно. Я же болелся уже идеей на тот момент, на предыдущей работе. Я очень там... Помню, что там еще была версия, в которой не было поддержки GSP, и GSP все были абсолютно красные, но я все равно старательно их не редактировал, потому что идея была настолько хорошая. А на то время идеи JetBrains, они были ниши... Совсем же ниши, правильно? Малоизвестными еще. Ну вот как раз в том кругу они как раз уже были известны. Это до WebStorm, это времена Нед Бинса, к его разгару. Да ничего, ничего не было тогда. Visual Cafe, IBM Visual H C++. Не, ну Borland Delphi был. Borland Delphi был, Borland JBuilder уже был тогда, да, вот JBuilder уже был вовсю. Все понятно. Microsoft Visual C++ 1.0 был тогда, Visual J++ 1.0 был тогда тоже такой еще. У Microsoft была идея для Java. Вот такие времена. Дикие времена. Да, вот. Короче, смысл в том, что я пошел, пособеседовался и пришел. Это было... Дело было, соответственно, в 2003 году. И я бы, конечно, с одной стороны, я, конечно, жалел, что не оказался в гейминдустрии, но с другой стороны, зарплатный испытательный срок отвечал в три раза не в пользу гейминдустрии. Ну и проект вот так и не вышел, как я, собственно, потом можно было увидеть. Так что я, в общем, сделал правильный выбор. Вот. И с тех пор я здесь. Чем тебя туда заманили? Ты там сразу IDE-шками занимался? Нет. Первое... Ну, то есть, нет, во-первых, чем меня туда заманили, мне не надо было заманить, я туда очень хотел. Ну, я не спрашиваю, типа, чем ты занимался все эти сколько уже... Сколько? 15-20 лет почти? Почти 20 лет, да. В JetBrains'е? Нафиг. Мы сегодня про другое говорим. Чем тебя именно тогда завлекла компания, потому что... Ну, что? IDE-шка у них одна есть. Другу не понравилось? Тебе там что-то точно понравилось? Не, ну, во-первых, первые два года я не занимался IDE-шкой. У нас тогда был такой проект называется Amea. Он до сих пор на сайте JetBrains'а лежит, если кому интересно. Он даже open-source, даже тот код, который я тогда писал, он даже лежит где-то в open-source. Вот. И это был, собственно, information organizer. И тогда так получилось, что я перед... Вот как раз за полгода или чуть больше до того, как пришел JetBrains, я сделал свой проект RSS-агрегатор. То есть тогда это вот... RSS тоже был новой технологией, вот блоги, все вот это... Какие древние времена. RSS был новой технологией. Офигеть. И вот я написал тогда на Дотнете, значится... Дотнет 1.1 еще был тоже совсем молоденький. Я написал, значит, RSS-агрегатор. И он был на самом деле достаточно... Он нашел какую-то свою аудиторию, то есть он был бесплатный. Там какие-то люди им пользовались. Я потом даже... Я в какой-то момент написал, типа, ну, в блог, где я рассказывал про новую версию, я написал, что вот у меня день рождения, если что, вот у меня амазоновский виш-лист. И мне реально в Россию пришли две книжки, которые мне чуваки из этого виш-листа купили. И вот я и потом очень этому радовался. И вот одна из этих... По-моему, я и хобби даже довез до Мюнхина сейчас. Сейчас они там у меня стоят на полочке. Это респект тебе за RSS-ленту, да? За RSS-агрегатор. Ну, да, да. Ленту, господи. Да, мы записываем себя в Мюнхене. Если вдруг кто-то не понял, там наверняка кто-то будет думать, что Джет Брэйнс, он же российский. Про это еще поговорим. Спойлер нет. Да, вот. В общем... Да, и, соответственно, как бы... А, еще и на предыдущей работе мы тоже делали какую-то... То есть это была CRM-система для финской компании, неважно как называется, которая... Короче, там была какая-то довольно абстрактная модель данных, и там можно было тоже все конфигурировать, какие-то типы объектов, с которыми она работает, и вот, соответственно, все было такое динамическое. И я как бы тогда понял, что я могу соединить опыты с того и с другого, и, сходя из этого, в общем-то, было примерно понятно, как делать то, что мы там делаем. То есть вот этот самый information organizer. И я такой радостно пришел, значит, меня взяли тогда третьим программистом в команду. Потом через две недели... Третьим вообще? В команду. То есть в Джет Брэйсе тогда был, я, по-моему, 28-й или 29-й сотрудник был. Сейчас уже больше, чем полторы тысячи, насколько я знаю, да? Да. Вот. И я такой, значит, поработал там что-то недели три, и пришел, значит, к Дмитрию, к SEO, который SEO был тогда, и который, собственно, это все придумал, этот проект, и как бы его заказчиком в каком смысле был, сказал, что, знаешь, Сергей, я вот как бы то, что сейчас Миша делает, тот путь, который он видит для того, как проект сделать, мне кажется, он не приведет к успеху. А я знаю, как надо вместо этого сделать. Давайте я буду тим-лидом. Хорошо, хорошо. И как бы так получилось, что сказали, а давай. И мы эту Амею реально сделали, выпустили, и она, вот два года мы ее делали. Потом, правда, оказалось, что она коммерчески совершенно неуспешна. То есть у нас у нее была бесплатная версия, у которой какая-то аудитория была. Там типа 50 тысяч пользователей было. Ну, то есть не супермного, но сколько-то было. Немало. А платная версия продавалась типа на 5 тысяч долларов в месяц. То есть типа ни о чем. И мы, короче, Сергей тогда решил это все закрыть. Вот. И я тогда, собственно, я как бы очень хотел тогда все-таки пойти в Идею, если уж в Амее не получается. Я сидел, типа, по вечерам, писал питон-плагин, чтобы, значит, потом принести его в идейскую команду, сказать, смотрите, какой я молодец, я написал такой хороший питон-плагин, возьмите меня к себе. Сработало? Сработало. В Идее тогда только-только появилась поддержка кастомных языков. И вот мы, соответственно, одним из первых языковых плагинов тогда вот стал вот этот самый плагин для питона. 20 лет? 20 лет. 20 лет. Новички в программировании... Не новички, а как-то... Мы в программировании, кто тут 10 лет и меньше, многие не поймем, как можно в компании пробыть 20 лет. И я бы у тебя спросил, как, но я у тебя не спрошу, потому что у тебя был период, когда ты уходил в Google. Я про Google не буду много спрашивать, ты про это много где рассказывал. Да. Два вопроса. Да. Первое, что тебя больше всего удивило, когда ты год проработал в Google? Второе, почему ты все-таки вернулся обратно, когда весь мир открыт перед тобой? Ты как сказать? Нет, во-первых, мне не очень хотелось весь мир, мне хотелось... Мне реально было очень интересно именно в Google поработать, потому что я как-то очень восхищался тем, как работали многие Google сервисы, я просто не понимал, как так можно. Ну и как бы как что-то для себя понял, тогда работая там. И что меня больше всего удивило, насколько внутри Google бардак с организацией информации. То есть казалось бы, что компания, которая декларирует, что вот наша миссия, это соответственно организовать всю информацию в мире так, чтобы она была полезна и что-то там еще. Я не помню, уже дословно не процитирую, но все, наверное, видели. Ты имеешь в виду информацию какого-то там, прям кодовая база и все остальное? Нет, с кодовая база все в порядке. Там есть огромная монорепа, у нее есть, по ней есть поиск, там навигация, все есть. Это все, эта часть была очень хорошо сделана. Все остальное, документация, какие-то, не знаю, планы, презентации, просто есть, было просто фактически море Google доков, море разливанное, поиск есть. Если ты знаешь, что ты хочешь найти, ты можешь найти. Ну, например, я тогда пытался, вот у меня был такой интерес уже, когда я уже знал, что буду ходить, я вот типа хотел на прощание разобраться, вот как работает Google Docs, как работает Google Maps там. И хотел найти какую-то типа обзорную информацию, как вообще это устроено. Наверное, люди в команду приходят, наверное, им нужно какой-то онбординг делать, и, наверное, есть какое-то место, где написано, как работает, собственно, программа. Это было очень сложно найти. Были какие-то пятилетние давности видеопрезентации, какие-то Google доки, в которых написан какой-то был план, который непонятно, он был потом реализован или нет. Как-то такой был бардак, что было очень сложно. Я читал пару твоих интервью с тобой, точнее, и смотрел несколько, и ты там рассказываешь про Google прям сильно много всего, что ты вот успел там на многих количествах проектов поработать, и складывается, ну, на большом количестве, складывается впечатление, что ты за год успел попробовать весь Google. У меня в голове есть нестыковка. Google же здоровенный собак. Не-не-не-не, я не успел попробовать весь Google совсем. То есть мы... То есть там как бы все проекты были как бы в какой-то довольно маленькой области. То есть вот эта вот эта команда... То есть организация девелопер-инфраструкча, девинфра, это, собственно, внутренние тулы для Google. И вот я, собственно, хотел идти именно в нее и прийти в нее, а вместо этого меня отправили делать что-то для клауда, и мы долго пытались понять, что же мы для клауда можем сделать, и вот в итоге делали что-то. Как раз вот последний из того, что... Нет, не последний. Короче, один из сервисов, которым я иногда чуть-чуть приложил руку буквально вот недавно, там, вот в этом году, по-моему, в прошлом, в 2004 году, типа за Sunset или, наконец. В Google Chrome какой-нибудь... Клауд-дебаггер. А, клауд-дебаггер. Окей. Вот. Нет, я там совсем... Я там как бы много куда нос совал, но то, чем я реально занимался, там, в общем-то, похвастаться-то нечем. Из никаких там больших вещей я не смог сделать. Ты когда рассказывал, что уходил из Google в интервью, ты говорил, что основная причина была, мол, не все в Google занимаются тем, чем хотят заниматься. Хотя Google говорит, что делайте вот так, пожалуйста, занимайтесь тем, чем нравится. Нормальная история, понятная история. Даже не то, что чем хочешь, там, не то, что там... Полезно. Не все люди занимаются чем-то, что реально дает импакт. То есть Google, конечно, очень убеждает тебя, что если ты занимаешься настройкой там access control policy к API, размещение рекламы на веб-сайтах, конечно, тебя тоже уверяют, что это очень полезная и необходимая деятельность, и она приносит миру мастерства. Ну, в JetBrains ты пошел и сказал, хочу стать тем людям, тебя делают тем людям. Почему нельзя было в Google пойти к менеджеру и сказать, мне это неинтересно, можно в какое-нибудь другое место? Просто у меня в голове нестыковка, ты возвращаешься в JetBrains. Бесспорно, JetBrains классная компания на то время, уже классная. Но по сравнению с Google кажется, что... Ну, во-первых, понятное дело, я работал в Google в Мюнхене. Понятное дело, что если количество менеджеров и количество... Ты уже в Германии тогда был. Да, я переехал в Германию в 2011 году. Количество вещей, которые можно прийти и сказать, что ты хочешь делать в Мюнхене, оно как бы довольно ограничено. И тебе тоже не... Ну, потому что там какое-то делалось какое-то конкретное количество проектов, то есть там был Вейд, там была вот эта девушка... То есть, если хочешь что-то другое, надо переезжать куда-то в другую страну либо город. Да, да, по сути, да. Вот, и как бы не всегда тебе говорят да. То есть, например, тогда как раз начинались разговоры о том, чтобы сделать опенсорс-версию гугловского внутреннего билтула, который, собственно, мы сейчас все знаем под названием Basil. Он, собственно, внутри Гула называется Blaze, что тоже небольшой секрет. Вот, и как раз тогда искали человека, который драйвил бы вот эту опенсорс-инициативу, я пришел к своему менеджеру, точнее, к менеджеру, к своему менеджеру и сказал, что, знаешь, для меня вот это звучит очень интересно. И он подумал, что-то мы поговорили, он сказал, знаешь, пожалуй, нет. Ну, окей, хорошо, я пошел дальше заниматься непонятно чем. Может, если бы он тогда сказал, да, может, я бы в Гугле не год проработал, а там три или пять. Может ли это быть проблемой бюрократии больших компаний? Не в бюрократии дело. Нет, просто на самом деле такое ощущение, что в Гугле на самом деле очень много решают личные связи, то есть, во-первых, кого ты знаешь и кто тебя знает. И, соответственно, ну, я так понимаю, это не постельная история, эта история проявить. Тебе тупо легче себя проявить, когда тебя кто-то знает. Конечно. И просто, если ты приходишь куда-то и говоришь, вот, знаете, я тут придумал такую классную штуку, давайте ее делать, то реакция на это зависит как бы от твоей репутации. Это тоже абсолютно нормально. И как бы, да, со мной тоже мне, со мной тоже очень разговаривали, очень уважительно, объясняли мне, почему там Google-код еще тогда закрывали, объясняли, почему не закрывать Google-код нельзя. И там реально я сидел с чуваком, который мне час объяснял, как там все плохо внутри. И это как бы нормально было. То есть не то, что ты сюда приперся, как бы нормально, да, я понимаю, что тебе интересно, и сейчас я тебе объясню, почему все на самом деле сложно, и почему Google действительно должен быть закрыт. И я как бы послушал, понял, да, действительно все плохо. И это не вопрос бюрократии, это вопрос как бы... И тебе это не понравилось? Нет, как это... Или это нормально? Просто... Это нормально, нет, просто я тогда просто для себя понял, что вот если я действительно хочу делать то, что меня будет переть, то надо вот, не знаю, съездить в Калифорнию на год. А лучше надо... Чего, ты поехал в Калифорнию? Нет, я поехал в Джитбрейнс. Вот. Вот, и тут вопрос, чего ты вернулся-то обратно? Ну вот, ты уже в Гугле поработал, у тебя есть строчка в резюме, ты можешь куда угодно. Ты до этого наверняка мог, в принципе, во многих спектр компаний пойти, а тут вообще куда ходишь? Чего Джитбрейнс обратно? Ну, потому что там уже есть имя, то, про что мы говорили в Гугле, что там уже проще проявить себя, работать над импактом? Это очень большая часть этого, да, то есть я просто пришел, пришел вот, я хочу заниматься Котлином, да, давай, занимайся Котлином. Там тоже, конечно, после того, как я вернулся, я там ушел там месяца 4 на то, чтобы действительно найти какой-то трекшн себе снова, чтобы найти понятную роль в том Джитбрейнсе, в который я пришел. А Котлин уже тогда бы начинал разрабатываться, да? Котлин начинал еще до этого, я, собственно, еще успел над Котлином поработать до этого, и на Заневу придумать тоже до этого еще успел. Вот. И да, вернулся, и вот с тех пор я тут тоже уже с тех пор сколько получается роли пистили поменял. А почему ты вернул, ты, веришь, вернулся и захотел поработать над Котлином? Год понадобился, чтобы настоялась идея о том, что Котлин та штука, которой хочется поработать, с которой хочется, ты же ее видел, ты же видел, как он начинал все делаться, или команда собралась? Да нет, не так, нет, просто я и так, я, собственно, и до того, как уходил, я там работал над Котлином, я писал, собственно, я писал плагин для интеллиджейна? Как раз таки нет, я писал как раз таки... Идеи, блин, заколебали вы с вами? Нет, интеллиджей нормально, можно говорить интеллиджей. Я уже тоже скорее говорю интеллиджей. Нет, я писал бэкэнд, генерацию байт-кода. Потом, я думаю, поговорим подробно о том, что это и зачем. Вот. Да, короче, я первый в мире программист на Котлине, потому что первая программа на Котлине, которая была скомпинтирована и запущена, это произошло на моем компьютере. Именно на Котлине? Программа написана на Котлине? Hello World, конечно. Отлично. Четыре инструкции байт-кода или что-то такое. И ты еще стеснялся, типа, разговаривать про Котлин? Ну... Будем про Котлину? Да не-не, что? Архитектура языка, это не мое. Архитектура языка, это правда не я им заправляю. Придумал название, запусти, написал первый Hello World на Котлине. Скомпинировал. Написал первый Hello World на Котлине, Андрей, конечно, скомпинировал. Скомпинировал, окей. Вот. Да нет, я не то, чтобы куда-то особенно хотел еще. То есть... Тогда объясни мне, как тебя отвело от Котлина и повело в сторону IDE-шек? Или IDE-шки, WebStorm и PichArm они были раньше? Да это же там столько всего было. То есть сейчас ты работаешь конкретно хэдом? Сейчас я... То есть последние три года я занимаюсь формально именно продуктовой работой. То есть я формально не программист, а вот был продакт-менеджером, потом... Ну формально ты все равно программируешь? Мало. То есть... Мало ли тебе хотелось бы больше? Больших разниц? Да когда как? Нет, на самом деле... На самом деле не хотелось бы больше. То есть это нормально. Я просто... Я уже просто давно очень не беру на себя никакие вещи, которые там нужно долго, за которые нужно отвечать, потому что всегда знаю, что это потом продалбывается, и я намного лучше буду отвечать за какие-то продуктовые вещи, чем за какие-то вещи с Кодом. Потому что с Кодом как бы команда большая, а с продакт-менеджментом... Так вот возвращаюсь. То есть в какой момент ты разошелся по пути с Кодлином? Ну ты до конца не расходился? Нет, там была такая история, что я стал тимлидом команды, которая... собственно, именно командой идешного плагина как раз. И грустил, честно говоря, там, потому что, ну в частности... Ну по разным причинам, в частности потому, что, ну, people-менеджмент на самом деле не совсем то, от чего мне хорошо. Особенно people-менеджмент в команде, которую я набирал, которую набирал не я, в которую ты приходишь, и там все тоже не всегда... Не все и не всегда было гладко, и вот нужно было решать какие-то проблемы, и мне было очень сложно это делать. Там, опять же, не было... И доверия не хватало, и мешало то, что я в Мюнхене, большая часть команды не в Мюнхене. И, короче, в общем, было мне там не очень весело, и, короче, в какой-то момент решили, что решили с этим заканчивать и передать эту роль другому человеку. Вот, я тогда занимался, собственно, я тогда сначала примерно год занимался большой архитектурной переделкой идеи, из которой потом вырос CodeVizmi и ремонт-девелопмент наш. И, собственно, а потом это все тоже мы передали другим людям, и я уже после этого я уже начал заниматься продуктовой работой. То есть сначала в IntelG IDE, и потом как бы вот с CodeVizmi расширился до всех наших IDE. То есть всех IDE на английском платформе. Знатно. Ну что, давай двигаться к теме основной. Давай. Будут мегаглупые вопросы. В смысле, не глупые, а простые, извиняюсь. Простота и глупость разные. Давай начнем с самого простого. Что такое язык программирования? Несколькими абзацами. Язык программирования это способ выражения программы в виде какого-то текста, который потом может быть выполнен или там выполнен компьютером или прочитан человеком, скажем так, наверное, в самом общем виде. Не знаю. Ну, с такой точки зрения, если я напишу, как должна себя вести программа просто описательным текстом, это тоже будет язык программирования? Ну, во времена чат-GPT, честно говоря, может быть, во многих случаях этого бывает достаточно. Ну, конечно, нет. То есть язык программирования имеет все-таки какие-то... То есть, наверное, любой язык программирования имеет какой-то формальный синдекс, формальную семантику. То есть есть правила, в соответствии с которым написан текст программы, есть правила, в соответствии с которым этот текст интерпетируется, правила того, какие программы считаются корректными, какие считаются некорректными. То есть вот это все, вот этот весь набор правил составляет, видимо, язык программирования. Это, наверное, так забавно со стороны смотрится на айтишном канале, исконно айтишном. Айтишник спрашивает у айтишника, который вообще языки делал, что такое язык программирования. Ну, это нормально, нет, но всегда нужно как-то договориться об определениях. Хорошо. Спорить про это все. Первый вопрос, они затравочные, поэтому они вот такие вот простые. Окей, есть у нас язык, которым можно сказать железянке, что делать? Все мы с этим работаем в повседневной жизни. Откуда появляется множество языков? Почему, почему, почему каждый уважающий себя программист считает должным сделать язык программирования? И более того, они приживаются. Ну, самое главное, это, собственно, какие есть инструменты для создания абстракции. То есть, если бы программу нужно было писать просто как последовательность инструкции сверху вниз, то, или там даже вот как-то, с чего состоит алгоритм? Это последовательность выполнения, циклы и условия. Если бы вот этих трех вещей было бы достаточно, то, в общем-то, языков программирования особенно много было бы не нужно. Но людям не очень интересно писать все в свои программы в виде вот таких линейных штук, потому что они становятся очень сложными, и их невозможно так писать. Хочется начинать делать абстракции. То есть хочется сказать, что вот этот кусок кода, он делает вот это, я его хочу использовать в одном месте и в другом месте. Как эта абстракция выглядит? А дальше я говорю, что вот у меня обычно нужен такой кусок кода, иногда есть еще случай, когда нужен другой кусок кода. или, например, что вот есть какая-то процедура, вот она, у нее как бы есть общая часть, а какая-то и конкретная часть. Конкретная часть иногда такая, иногда такая. Общая часть, наружная часть всегда одинаковая. Как мы вот такую абстракцию можем выразить? И, собственно, все дальше, все занятие по созданию языков программирования, это вот фактически упражнение в создании разных абстракций. Почему делают разные языки программирования? Почему нельзя было брать и расширяясь, не знаю, C постоянно, монотонно? Или какой-нибудь один из базовых языков? Почему? Давай на примере Котлина. Вот Котлин, яркий пример. Была Java, нормально все с ним было. Восьмая версия, One Love. И тут появляется Котлин, Ну, начиная была шестая, и восьмая, ну да. Ну, окей. Ну, я к тому, что вот есть устоявшийся язык, который вроде даже развивается, и тут появляется Котлин, который замена. Ну, потому что, например, те же самые абстракции. То есть, например, вот самый простейший пример, что в шестой Java не было Lian. Почему не пойти в Java, не добавить их? В репозиторию? Java очень сложно пойти что-то добавить, потому что, то есть пойти, прийти что-то, прийти и добавить что-то в чужой язык программирования обычно малореалистичная задача, потому что обычный человек, который этот язык программирования делал, развиваться. Очень часто получается, что эти его представления не совпадают с своими представлениями. И даже с Котлином у нас, например, есть часть комьюнити, которая очень хочет, чтобы язык развивался в сторону каких-то полифункциональных вещей, и они вот там пишут какие-то библиотеки и плагины компилятору, которые вот эту функциональщину туда продвигают, а вот как-то mainline Котлин к этому относится, я бы сказал, ну, осторожно. То есть мы тогда, когда я этим занимался, мы не хотели это все включать язык, ну, и сейчас, я так понимаю, до сих пор, потому что до сих пор не включили, вот. То есть у нас всегда есть какой-то не то чтобы компромисс. Знаешь, меня часто спрашивают, а почему у вас нет одного большого языка, который бы вы просто вот расширили до всех-всех-всех возможностей? Ну и что, что есть два мнения? Реализуйте оба. Сделайте чипбокс с выключением одного и включением второго. Сделать оба тоже очень сложно, потому что, ну, вот, получается плюс-плюс, потому что, в каком-то смысле, потому что, то есть просто, ну, даже не плюс-плюс, плюс-плюс тоже имеет какие-то принципы, которых он не отходит. И просто программу, написанную на таком языке, очень сложно бывает понять, потому что, если то, как любишь писать ты, отличается от того, как любит писать другой человек, то становится... Ты просто видишь какие-то незнакомые тебе конструкции или незнакомые тебе способы написания кода, и ты в них плывешь и теряешься. Тебе сложно понять, что происходит. Валидно. Хорошо. Я думал, как подойти к интервью, в котором мы будем разговаривать про создание языков программирования, у меня пришла такая абстракция в голову, можем ли мы язык программирования рассматривать как бизнес-задачу, условно, у которой там есть какие-то составные части, например, тот же компилятор, который будет физическим воплощением кода программы нашей, на которой бизнес нашей идеи работает. Можно ли рассмотреть с такой точки зрения? Ну, чего ж нельзя. То есть, ну... Это же не бизнес-задача, а вот у нас проект, язык программирования, да? Да, и на самом деле то, как мы... Опять же, то, как существует там проект Kotlin сейчас в Brains, он очень похож на... очень похож на то, как там делаются наши другие проекты, и, например, очень не похож на то, как делался, например, язык C++, когда он делался, или язык, там, не знаю, даже Scala, когда она делалась, хотя это было совсем не так давно. То есть у языка Kotlin есть product-менеджеры несколько, у языка Kotlin есть marketing-менеджеры, у языка Kotlin есть технические писатели, то есть это вот люди, которые занимаются... И это необычно для создания языков программирования? Ну, технические писатели скорее обычно, там, marketing-менеджеры, ну, и Scala никогда не было никакого marketing-менеджера. Ну, где Scala, где Kotlin, простите. Ну, Scala, простите, тоже нормальный довольно. Она отличная, спорю. Да, и... По количеству. Да, мы рассматриваем это как проект, как проект, который не приносит непосредственного бизнес-вэлю, но очень нам помогает глобально. Вот, хорошо. И если бы мы этот проект начинали делать, с чего начинался вообще? Ну, я не знаю, не хочется просто взрываться на Kotlin и спрашивать, с чего начинался Kotlin. Вот если бы тебе сейчас сказали, напиши, пожалуйста, язык программирования нам, или помоги нам написать язык программирования, что бы ты человеку посоветовал, с чего начать? Ну, самое главное, понять, зачем. То есть какую проблему мы решаем и чем этот язык программирования будет отличаться от, там, десятков существующих уже языков. То есть какую платформу мы делаем, какие задачи мы перед собой ставим, какие у нас есть ограничения, и что мы вообще, что мы вообще хотим создать нового такого, что не было создано в других языках программирования. Ну, давай предположим, что у нас есть какая-то фишка, которой там много где нет, какой-нибудь новый уровень абстракции. Мы не будем сейчас говорить, что за он. то есть с точки зрения новизны, что-то у нас есть. Что дальше? Ты говоришь, выбрать платформу, выбрать, что за платформу, какую платформу, о чем еще. Где он запускается? Как будут выполняться программы на этом языке? То есть есть программы, которые выполняются. То есть, во-первых, ну, как сказать, сейчас вот там, там, 30 лет назад было очень просто. Были компилированные языки и интерпретируемые языки. Вот так четко было разделение. Давай с этого и начнем. Что вот, например, есть там язык basic, который, что вот там, как выполняется программа на basic. Берется интерпретатор, который от строчки за строчкой читает программу на basic. Так, строчка 10, print a. Так, ага, у нас есть переменная a, так, надо ее принтить, ага, мы распечатали. Так, какая у нас следующая строчка? Следующая строчка. 20, go to 10. Ага, значит, нам нужно передать выполнение на предыдущую строчку. И поехали. Вот так выполняется программа. И там никакого нету промежуточного этапа. Либо есть язык c. Как работает язык c? Есть компилятор язык c, который берет программу на c, ее всю читает за один или несколько проходов и выдает код на машинном языке или на assembly. И вот, соответственно, мы потом, как бы, потом уже этот код выполняется, уже в выполнении этого кода никакие куски языка c не задействованы. Это уже просто программа. Подожди, а интерпретатор их тоже, наверное, в какие-то assembly command? В какие-то команды? Нет, нет. Assembly, нет. Не в assembly, а в bytecode. Нет, нет. В машинный код. Нет. О, поехало. Bytecode-то не оттуда. Нет, ну, в смысле, нет. Ну, интерпретаторы как командный процессор дают. Обычный интерпретатор никакого bytecode не использует. Просто там написано print, он делает print. Bytecode-то уже промежуточное представление. Это уже как бы шаг к компилятору. Вот, и дальше есть... Дальше мир стал очень сильно сложнее, потому что появились, например, появился, например, тот же самый bytecode. Это значит, что мы программу, например, как работает Python, как работает, не знаю, в настоящем или прошедшее время говорить, наверное, все-таки в настоящем, как работает Python. Окей. Вот мы, соответственно, у нас есть программа, и мы ее транслируем в какое-то промежуточное представление. Bytecode. То есть там, соответственно, уже нету там вот этих всех слов и конструкций. Там мы вот этот текст на языке транслируем в какие-то более простые, более понятные инструкции, которые потом уже, соответственно, интерпретатор выполняет уже эти инструкции. Ему не надо там, например, разбираться, что вот эта срочка комментарии, и надо ее вытянуть, потому что комментариев в bytecode уже нет. Или там каких-то сложных циклов, там тоже уже нету, там все сделано в наборе инструкций. Подожди, подожди. Останавливаемся. Да. А вот интерпретатор, который уже работает с bytecode, что он делает дальше? Что он, ну, он читает команды, и он их, например... И выполняет их, да. Выполняет. То есть там уже процессорное взаимодействие. Прямое. Окей. Так, ну, отлично. Круто. То есть на самом деле все, конечно, намного сложнее, потому что тут, например, недавно буквально вот сейчас выходит серия статей, в которых человек разбирает буквально по транзисторам процессор Intel 8086. То есть... Ничего себе. И из этих статей можно узнать, что в процессоре Intel 8086, то есть даже в том самом очень-очень старом процессоре, с которым начались вообще все Intel фактически, в нем на самом деле уже есть микрокод. То есть те ассемблер инструкций, которые даются в выполнении процессору, это на самом деле не то, что процессор выполняет. Там есть стадия... Там свои, там еще... То есть каждая инструкция ассемблера транслируется там от одной до четырех примерно инструкций микрокода, и дальше уже вот этот микрокод выполняется. И там есть как бы фактически... То есть там тоже внутри процессора есть свой интерпретатор, как бы байт-код. Хорошо. Раз мы уже зацепились за все эти темы, давай копать дальше. Показывать некомпетентность Алексея Картынника. Если у нас есть интерпретируемые языки, которые считываются, и погнали. Зачем тогда появляются языки, которые компилируемые? Быстрее. Это же дольше, надо скомпилировать, а потом все равно интерпретатор по байт-коду идет. Интерпретатор, во-первых, ну, то есть, во-первых, даже по байт-коду идти, даже по байт-коду идти быстрее, чем по сурскоду, потому что он компактнее, там нет лишнего, там уже какие-то простые инструкции, даже это быстрее. Дальше есть, опять же, еще следующий шаг. Дальше мы можем на этот байт-код напусть натравить джит-компилятор. Just-in-time-компилятор. Соответственно, этого байт-кода делает уже сразу, сразу какой-то код именно в насемье, в машинных инструкциях. Тогда опять тупой вопрос. Я буду много задать. А почему нельзя писать сразу на байт-коде? Сразу на байт-коде писать не очень удобно, потому что он довольно громоздкий и, в общем-то, ничем особенно нехорошо. То есть мы жертвуем в угоду удобности программирования. Мы чем жертвуем? Ну, на самом деле, ничем особенно не жертвуем. Потому что на байт-коде писать ничем не хорошо. Но он читается быстрее, несмотря на то, что он громоздкий. Ну, потому что он в текстном виде громоздкий, а в бинарном виде он компактный. Ты не можешь сразу в бинарном виде писать. Отлично. Вот мы... Все запутали. Вот мы всех... Нет, почему запутали? Мы начали рассказывать про то, как читается код, и это очень важно, потому что, ну, если ты собрался язык программирования разрабатывать, то у тебя, как минимум, уже не должно быть таких вопросов, которые я сейчас задаю, мне кажется. И вот, и, соответственно, тебе дальше нужно решить, что будет на выходе твоего... Если ты пишешь компилятор, тебе нужно решить, что будет на выходе этого компилятора. У тебя есть, на самом деле, довольно большой спектр вариантов. Например, у тебя может быть текст на другом языке программирования. Просто текст. То есть, например, первая версия языка C++ выдавала на выходе программу на языке C. То есть это был, как бы, препроцессор. Ты его запускал на C++ программу, получал программу на C. Дальше берешь обычный, который у тебя уже есть, C-компилятор, и при помощи него компилируешь и получаешь, собственно, программу, которая тебе нужна выполнена. А, то есть, окей. Или, например, Kotlin.js. Kotlin.js это компилятор, который читает исходный код на языке. Kotlin выдает исходный код на языке JavaScript, который потом уже браузер выполняет при помощи того, как браузер обычно это делает. Вот. Это один вариант. Другой вариант. Ты можешь выдавать байкод для какой-то из существующих виртуальных машин. Есть, как бы, ну, виртуальных машин, грубо говоря, больших есть две. Это три. Теперь три. Это, собственно, ты можешь выдавать байткод для Java-машины, можешь выдавать байткод для .NET-а, или можешь выдавать байткод для WebAssembly. Соответственно, для каждого из этих языков существует виртуальная машина, которая потом байткод умеет выполнять. Эта виртуальная машина дает тебе, во-первых, набор инструкций, возможность их выполнять, и, во-вторых, дает, что очень важно, во-вторых, дает runtime, то есть garbage collector, там какую-то, там какую-то систему безопасности, какую-то систему, не знаю, загрузки кода динамической и так далее, и тому подобное. Там reflection, может быть. И в последнюю очередь она тебе дает, собственно, стандартную библиотеку, то есть набор функций, которыми ты можешь пользоваться. Взаимодействуя с процессорами? Ну, с операционной системой. С операционной системой. Да. С операционной системой. Вот. Подожди, а что, без виртуальной машины ничего работать не может? Можно работать без виртуальной машины, можно просто генерировать непосредственно машинный код. И так делают? И так делают, конечно. Или есть еще такая штука, называется LLVM. Это нечто среднее между... Подрезал вопрос. Да, соответственно, это нечто среднее. То есть когда ты используешь LLVM, ты генерируешь фактически промежуточное представление этого LLVM. То есть ты генерируешь тоже не машинный код, ты генерируешь какое-то единое универсальное промежуточное представление. И дальше сам LLVM отвечает за то, чтобы это представление было, во-первых, оптимизировано, что очень важно, потому что тебе не нужно самого писать сложные проходы оптимизации. LLVM много делает за тебя. Не все, но много. И потом LLVM генерирует за тебя машинный код. И LLVM поддерживает примерно все существующие архитектуры процессоров, поэтому, например, тебе не нужно волноваться и писать отдельный компилятор. Да, и Intel отдельный компилятор для ARM. Можно назвать LLVM компилятор компилятора? Какой-то такой? Нет? Ну, не совсем нет. Это как бы скорее, не знаю, сложно сказать, что это. Это как бы виртуальная машина, но не совсем. Ну вот, похоже. Это как бы... Окей. Это как бы, ну, конструктор для создания компилятора. Хорошо. Окей. У нас есть компилятор, у нас есть виртуальная машина, компилятор там сделал байт-код и перегнал все в виртуальную машину. Дальше все понеслось. Да. Это мы так верхнеуровнево разобрались, с чем нам придется столкнуться. Создание языка программирования не связано с созданием виртуальной машины, однозначно. Ну, ты можешь. Когда как? Ты можешь. Когда, например, язык Go, например, он как бы без собственно рантайма языка Go не был бы языком Go. То есть там как бы... То есть там нет виртуальной машины, но там есть рантайм очень со специальным набором свой, с карбич-коллектором, с поддержкой GoRoutine, например. Или, например, Dart, Dart, вот как бы Dart, это и язык, и виртуальная машина. Как бы очень многие вещи. Как бы почему, например, нельзя сделать Flutter для Kotlin? Потому что Flutter завязан на виртуальную машину Dart и на ее возможности. И как бы ее нельзя просто то же самое написать на Kotlin, потому что там набор возможностей другой, который у тебя есть. Но, я так понимаю, можно делать в том числе и на существующих виртуальных машинах. И так делаем. Конечно, конечно. Как Kotlin, Java? Пожалуйста. Создавая язык программирования, мы можем задуматься над тем, чтобы сделать свой рантайм, свою виртуалочку. Можем использовать уже что-то готовое и не париться. Да. Я так понимаю, второй способ на сегодняшний день, он типа превалирующий во многих случаях, если так количественно взять. Как сказать? Сложно сказать, потому что там языки, которые в последнее время появляются, которые какое-то там внимание получают, они скорее нет. То есть они скорее это именно нативный код таргета. То есть там много, кто использует LVM, есть люди, которые LVM не используют. Ну, там, не знаю, Rust, ZIG, там, не знаю, VIG, что там еще из свежего было. Они не используют Rust? GIM, Julia, ничего из этого не... LVM не используют. Нет, Rust, конечно, использует LVM. Про все остальные языки я не скажу, что используют, что не используют, но они все... А, кстати, забыл, очень важный виртуальный машин, виртуальная машина Ирланга, GIM. Потому что у нее тоже очень специальный набор свойств, и, например, язык Elexir сделан для виртуальной машины Ирланга, и как бы с этого получают довольно уникальный набор характеристик. Соответственно, как-то ни для Java, ни для .NET в последнее время ничего не появлялось интересного. Как-то для .NET очень давно не появлялось, для Java, ну, вот... Как-то ничего большого после Кложуры и Котлина. Вот было какой-то... Когда был Кложа, Котлин, Ceylon, в Phantom еще был такой язык, Ceylon умер, в Phantom, по-моему, теплится еще, Кложа вовсю живет, но там она довольно нишевая, ну, вот Котлина осталась. Скалы, конечно, осталось. Скалы до них все было. Я думал, что LVM это прям какой-то уже стандарт. Это кажется просто... LVM большая и сложная штука. Очень большая, очень сложная. И как бы написать, делать, таргетить ее, ну, требует какого-то там понимания того, что это и как она работает. То есть таргетить ее сложнее, чем таргетить виртуальную машину Java, например, по объему знаний? Да. Окей. Хорошо. С другой стороны, возвращаемся там к компилятору. Да. Вот компилятор у нас подготавливает байт-код. Что... Компилятор, по факту, является конечным нашим продуктом, как создатель языка программирования? Одним из. Одним из. Стар, скажи подробнее, что за продукты у нас должны получиться после создания языка? Ну, как бы без компилятора сложно, во-первых, да. Компилятор есть, наверное, плюс-минус. Что делает компилятор? Компилятор, вот, собственно, уже разобрать. Трансфирует, да. Вайт-код. Компилятор может быть написан как на языке, который мы, собственно, сделали. Это будет self-host язык, компилятор язык, да? Так и на другом, что логично. Да. Хорошо. Что еще? Документация. Примеры. А можно без документации? Ну, совсем без документации сложно, потому что сложно разобраться, как на языке писать потом, что с ним делать-то. Окей, документация, примеры, понятно. Дополнительные инструментарии, то есть, например, очень многие языки, то есть, например, менеджер пакетов, например, билл-система, например, линтер, например, форматер. Чем-то билл-система от компилятора отличается? Билл-система, ну, компилятор, задача компилятора фактически... Ну, все собрать и транслировать. Ну, задача компилятора собрать, грубо говоря, один модуль. То есть, там, конкретно, это может быть один файл, может быть, там, один набор классов, что такое модуль, зависит от языка, о котором мы говорим. И дальше у тебя есть как бы программа в целом, которая содержит какое-то количество модулей, которые ты написал, какое-то количество в сетпатии библиотеки. И дальше эта программа становится большой. И ты хочешь ее быстро компилировать. И вот, соответственно, тебе нужно сделать так, чтобы вот из этого source-кода максимально быстро получился результат, который тебе нужен. Мы перекомпилируем только то, что нужно, не перекомпилируем то, что не нужно, чтобы мы из правильного места смогли правильно взять версии зависимости. И вот эта вся, вот эта задача билл-системы. Билл-система... То есть иногда билл-систему делают авторы языка, иногда нет. То есть, например, для Java все билл-системы созданы не авторами языка. В датнете есть MS-bill, которые создали авторы языка. А как это происходит? Они параллельно... Их надо параллельно развивать или можно сделать... Можно сначала компилиратор, потом билл-систему. Да. А билдить самому ручками как-то следить за всем? Командные строки, да. Просто пошли. Логично. Логично. Есть, опять же, есть IDE-тулинг. С IDE-тулингом тоже в последнее время все стало не так, как было до этого. Потому что сейчас появилась такая штука, как стандарт LSP. Наверное, сервер протокол. Это, собственно, универсальный формат общения IDE и текстовый редактор. Фу, не IDE и текстовый редактор, простите, конечно. IDE и текстовый редактор с одной стороны и с другой стороны, грубо говоря, компилятора. Так. То есть LSP описывает набор фич IDE, которые должны быть поддержаны. Навигация, core completion, поиск юзаджей, лампочки, подсветка ошибок, то есть подсветка ошибок и экшены. Ну и в той же... LSP должен поддерживать не только что IDE-шки, а именно и компиляторы тоже. Или нет? Ну это как бы... С двух сторон, да. С двух сторон. Логично. Да. Стандарт. Окей. Диаджитбрейс, при этом LSP не поддерживает по сложному набору причин, но мы как бы в эту игру мы не играем. Вот в лид, кстати, играет. И не хотите? Сложный вопрос. Я пока не буду в дальнейшем. Это техническое? Нет, это бизнес-решение. Понятно. Техническая проблема. То есть есть сторонние плагины, которые добавляют поддержку LSP в наши IDE, можно при помощи них сделать... подключить LSP-сервер к IDE на базе JetBrains. И таким образом IDE-шки на базе JetBrains может работать там плюс-минус с большим количеством компиляторов с языками разными. Да. Но в том объеме функциональности, который поддерживает LSP. А зачем? Нафига это все нужно, если можно открыть Notepad++? Ну, люди обычно хотят подсветку ошибок, иметь навигацию и так далее. В LSP отлично работает. Не, ну, да, окей. Так в Notepad++ тоже его можно поставить, я уверен. Я имею в виду голый текстовый редактор. Подсветка синтаксиса, она разве зависит от компилятора как-то? Ну, подсветка синтаксиса нет, а подсветка, например, если ты хочешь, например, чтобы у тебя филды были одним цветом, а методы были другим цветом, то тебе уже нужен компилятор, потому что если ты просто видишь слово в тексте, ты не знаешь, метод это или филд. Ключевики и все остальное. Ключевики и ворды-то как раз можно понимать без компилятора. Это можно просто регексами парсить или как-то еще личного ворда. Прикольно. То есть компилятор и ADE-шка вот так прямо общаются. Но, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что мы язык программирования разрабатываем. Для разработки языка программирования мы можем забить на ADE-шке. Мы такие, ну, мы пишем. В современном мире ожидается, что этот LSP сервер для языка существует. А если мы пишем компилятор с поддержкой LSP, то мы, в принципе, можем забить на ADE-шке, потому что есть куча ADE-шек, которые LSP поддерживают. Если мы делали LSP, то нам обычно... То есть хорошо бы, что мы еще сделали плагин для ADE компании JetBrains, конечно. Но если нет, если нет, и если язык получился популярным, то компания JetBrains пойдет сама. А у вас какой-то свой стандарт, который тоже открыт, и можно под него делать свои... Ну, это не то, чтобы стандарт, но у нас есть открытый API и каждый сайт-благин. Окей, хорошо. Какие-то еще побочные продукты? Что я забыл? Что мы уже сказали? Это компилятор, это документация, это... Компилятор, документация, примеры, билдер, билд-система, форматер, форматер, линтер, что еще? Что-то я еще назвал важный, забыл. Менеджер-пакет. Менеджер-пакет. Менеджер-пакетов может быть часть билд-системы. Например, в жаве это часть билд-системы. Например, в ноде нет, или в питоне нет. Ну, еще виртуалку можно сюда отъести вместе со всеми там гарбич-коллекшенами и всем остальным. Да, как-то так. Но немало работы. Да. Откуда тогда вот эти вот истории, что какой-нибудь там Руби разработал студент, потому что ему прикол... Там ничего этого не было. Там просто был, собственно, вот... То есть, опять же, одно дело, что... Одно дело там какой-то минимальный набор, то есть, что нужно сделать, чтобы там поиграться. То есть сейчас мы говорили про создание такого прям коммерчески успешного возможного языка программирования. А если говорить про минимальный набор на поиграться? Ну, минимальный набор, это, собственно, вот и дело транслятора своего языка в JavaScript или, например, сам, наверное, одна из самых простых вещей. Можно это компилятором назвать? Ну, это называется обычно словом транспилятор, но... Да, транспилятор. Но если в байт-код, то это у нас уже... Ну, да. Мы на старте, когда язык придумываем наш, мы об этом уже задумываемся, мы задумываемся о том, какой инструментарий. Ну, типа, это же язык программирования. Вот по всей логике, перед тем, как делать язык программирования, да, надо оценить, что он нужен, что там у него классные фичи, но потом нужно придумать сам язык. Так? Почему мы сейчас говорим про компиляторы, про... Ну, вопрос был про... Вопрос был про, как бы, какой набор артефактов нужно сделать. Вот набор артефактов, да. Давай так к языку вернёмся. Собственно, язык программирования. Где здесь язык, что за язык, из чего он состоит? Ну, для начала есть, собственно, синтаксис. То есть, собственно, вот как мы записываем нашу программу. Синтаксиса может быть очень мало и может быть очень много. То есть, например, в языке Lisp синтаксиса очень мало. Там как бы круглые скобочки, примерно, и всё. И дальше, ну, и там, эти самые квоты ещё есть, по-моему, и там что-то ещё. Ну, и разных комбинаций, соответственно. Да. И там это, собственно, само по себе, и там просто и всё через это выражается. То есть там ифы, циклы, просто всё выражается через вот эти как бы базовые конструкции. Вот. В языке, например, не знаю, в языке какой самый страшный пример привести? BrainFact? Нет, нет. BrainFact, нет. BrainFact в другую сторону страшно. В синтаксисе ещё... С пробелами и табами. WhiteSpace, да. WhiteSpace? Да, нет. Я, скорее, наоборот, пытаюсь придумать язык, в котором синтаксис очень много. Ну, не знаю. В C++ синтаксис очень много разного. Особенно C++ CLR, вот если туда посмотреть, то там ещё совсем плохо становится. Там ничего с этими крышечками, типами указателей. Вот. Дальше, собственно, как бы семантика. То есть какие в нашем языке есть конструкции? Что за ними всеми стоит? Что это всё означает? Есть какой-то стандарт, по которому вот можно посмотреть, почитать и примерно прикинуть, сколько всего в вот этом вот, я не знаю, ну, в языке пусть будет нужно тебе реализовать? Ну, условно, я же могу написать язык, в котором будет только там один оператор сложения, и две константы, два и три, и мой язык программирования будет выдавать сюда пять. Не, ну, есть как бы... Нет, есть понятие Turing-комплит, то есть Turing-полноты. То есть, соответственно, что значит, если язык Turing-полный, значит, на нём можно написать любую программу, условно говоря. И для того, чтобы язык был Turing-полным, нужно очень немного. То есть там даже какой-то тот же самый white space, в котором все программы состоят из символов пробел Enter и Tab, он, собственно, тоже Turing-полный. Но это не очень интересно всё. То есть как бы интересно уже, что ты потом дальше делаешь, какие там абстракции, концепции ты уже дальше в язык вводишь. А что значит написать все программы? Это значит, что можно реализовать абсолютно любые логические какие-то последовательности? Ну да, примерно. То есть любой алгоритм можно реализовать. Алгоритм, хорошо. Я когда готовился, я чуть-чуть всё-таки готовился, я прочитал, что в языках программирования при их составлении есть дофига всяких составных частей. Это алфавит, эликсемы, идентификаторы, ключевые слова и там бла-бла-бла. Не, ну это всё, что ты перечислил, это элементы синтаксиса с языка программирования. То есть когда мы вот, у нас есть программа, дальше мы её просто разбиваем, как работает большинство компиляторов. Или на самом деле DE работает так же. На самом деле. То есть мы берём этот текст и разбиваем его на отдельные кусочки. Ты имеешь в виду синтаксический анализатор? То есть мы разбиваем на отдельные токены. То есть токены это как бы последовательство стилов, которые имеют какое-то самостоятельное значение. Например, это ключевое слово. Или, например, это литерал. То есть литералы бывают числовые, например, это последовательство циферок. Литералы бывают строковые, это кавычка, сколько-то буквы кавычка. Литералы бывают булевые, two-фолс. И дальше можно придумывать разные другие виды литералов. Там какой-нибудь daytime литералы, например, могут быть в каком-то языке. Их обычно нет в языках, но теоретически можно сделать язык, в котором они есть. Есть идентификаторы, это, собственно, декларации, ссылки на другие декларации. Есть комментарии. Без комментариев обычно грустно. Понятно. Ну и вот как бы также есть, как бы, есть, собственно, операторы, типа, плюс-минус. Ну, я так понимаю, это всё стандартные вещи. Типа, без них не обойтись. Ну, плюс-минус. Где начинается та магия, что я могу сказать, что, мол, вот, у меня появился язык программирования. Допустим, там, ну что, я, наоборот, сделал ключевые слова. Я не знаю даже, как объяснить. Как сказать, что вот у меня язык программирования? Да, можно очень быстро сказать, что язык программирования. Ну, самый простой пример. Можно привести язык программирования. Не знаю, у меня есть, не знаю, самый простой язык программирования, Лисп, наверное. Не знаю. Можно, ну, не знаю, какой-то очень простой basic. Там, не знаю, вот там есть if, then, else, циклы. И вот последовательное выполнение условий и циклов. То есть если я запрограммирую программу, которая будет на условные маркеры if, z, if, else, z, z, и циклов, будет мне выдавать байт-код валидный, то можно сказать, что это готовый компилятор языка программирования. Да. И все, никакой магии. То есть ты просто придумываешь сложный алфавит для того, чтобы... Ну да, алфавит-то неинтересная часть. Алфавит ты придумываешь очень быстро, и дальше ты придумываешь... Синтаксис, это да. Не в синтаксисе дело. Дальше как бы... То есть синтаксис Котлина, например, очень мало менялся дальше. А дальше мы идем, мы обрастаем... Дальше мы понимаем, да, что это синтаксисе означает, например, да. Там, какие мы конструкции хотим, какие мы возможности хотим делать. Но мы-то из базовой конструкции можем все, чего угодно сделать, чего нам париться. Ну, хочется именно выразительности, хочется, чтобы нам было написать мало. Красиво и удобно. Красиво и удобно, да. Чтобы я писал мало, а получалось много. И чтобы было понятно, когда я читаю, что я сделал. На каком этапе здесь возникает, например, работа с памятью? Например, вот типа типы те же. Ну, хорошо. Ну, например, если я делаю язык для JVM, то там просто... Ну, они должны быть. Там все типы, которые бывают в JVM, они как бы известны. Вот они там бывают. Там это самое байтшорт инт-лонг, слово дабл, чар и это самое, буллин, и эти самые. И дальше остальное... То есть типизация... Возможный набор типов определяется виртуальной машиной в данном случае? Да. Ну, либо тем, что ниже... Знаете, та же история, да. Да. Ну, если там... Если писать под нативный код, то там, соответственно, вот приходится уже сразу думать, какая стратегия работы с памятью. Есть у нас, скажем, коллектор, или есть у нас транскаунтинг, или есть у нас ручное освобождение памяти, или есть поручеггер, как праздник. То есть как мы работаем с памятью. Это тоже обязательная часть, с которой нам нужно будет поработать. Ну, в каком-то совсем очень простом языке. То есть, например, тоже, как, не знаю, как... Если ты пишешь, извините, ладно, не буду приводить сейчас этот пример. На заре Ruby on Rails программы на Ruby on Rails лечили память со страшной силой. И в чем проблема-то? Мы просто перезапускаем сервер каждые полчаса, и хорошо, он там наличил себе память. Но не страшно, мы новый сервер запустили, он заново начал лечить. В одном из выпусков в этом году, я просто не знаю, когда наш выпуск войдет, в одном из выпусков мне гость сказал замечательные слова, незнание смысла которых мне не дает покоя. Это аббревиатура. Первая аббревиатура это ЯСС, ну, типа ЯСС, а вторая это Bison. Что это такое? Я так понимаю, это как-то относится к нашей теме сегодняшней? Это генерация, да, совершенно верно. Это генераторы парсеров. То есть на самом деле и ЯК и Bison это программа из, не буду врать, 70-х. То есть, например, более современная, более известная сейчас реализация той же самой идеи, называется AntLR. Это, собственно, из Java мира вышедший тул, который, по-моему, используют даже много где. Это, собственно, генератор парсеров. Что такое генератор парсеров? Это штука, которая, она на вход получает описание синдекси с языка, то есть правил, что вот у нас там бывают, например, оператор IF. Оператор IF состоит из ключевого слова IF, открывающей скобки, выражение, которое стоит внутри IF и закрывающего угла скобки. А в выражении, в свою очередь, это, например, выражение бывает, например, два выражения, разделённых символом AND или два выражения, разделённых символом OR. И вот эти там, вот эти варианты выражения, они имеют какой-то приоритет. То есть, например, там есть умножение, имеет более высокий приоритет, чем сложение. И дальше там есть, не знаю, 5, 10, 15 приоритетов, по которым все операторы языка разложены. Вот это то, чем компилятор занимается обычно. Это, собственно, вот это то, чем занимается та часть компилятора, которая, собственно, называется парсер. Вот, дальше мы описываем этот синтаксис, там есть разные форматы, в которых мы пишем, там ebnf, например, extended backless now or form. Вот, и дальше мы, соответственно, як или бизон, нам поэтому по этой грамматике выдают, собственно, парсер. То есть, а парсер это, в свою очередь, программа, которая получает вот текст и выдаёт нам, и строит нам синтактическое дерево. Синтактическое дерево, это, соответственно, вот, собственно, структура программы в том виде, в котором с ней удобно работать. То есть с помощью якоря по бизона можно делать часть компилятора, делая часть компилятора, который занимается парсингом. Да, можно, с другой стороны, можно этого не использовать. Kotlin, например, не использует никакой генератор парсеров. Kotlin и парсер написаны руками. Потому что одна из причин, почему мы это сделали, помимо того, что мы так привыкли, это то, что для IDE очень важно уметь вменяемым образом работать с синтактически некорректным кодом. Потому что если у тебя компилятор находит в коде синтактическую ошибку, он может сказать, что, извини, чувак, у тебя синтактическая ошибка, и завершить этот пункт. Так, так. Ты исправь, я потом дальше буду компилировать. Для IDE это не годится, потому что в IDE нормальное состояние файла это файл, который некорректный. Например, если у тебя там в одном месте не хватает скобочки, и дальше весь файл красный, то тебе не очень удобно с таким работать. И если ты еще при этом не видишь, в чем ошибка просто. Так. Тут что-то не так, мы покрасим весь файл красным. И поэтому для парсера, который работает внутри IDE, очень важно иметь хорошую рекавери от ошибок. То есть если что-то где-то не так, то мы как бы понимаем, какой минимальный, там, не хватает одной скобочки, не хватает, там, какого-то ключевого слова, как это я здесь ожидал. Или, там, не знаю, непонятно ничего, на следующей строчке опять становится понятно. Мы как бы должны в некорректном коде суметь найти минимально некорректный кусочек, подсветить, что именно он именно так некорректный, и дальше, собственно, парсить код, который уже корректный, так, чтобы... То есть парсера в IDE, как и в продакшн парсера, которые там, ну, в билд парсера, они разные? Обычно да. То есть в случае Котлина нет. В случае Котлина мы используем они тоже парсер в компиляторе и в IDE, и, собственно, один и тот же фронтен компилятор. А это недолго? Ну, в смысле, сам этот парсер должен работать, по идее, дольше, чем парсер, который бы не учитывал все вот эти штуки для IDE-шки. Несущественно. Несущественно, хорошо. То есть, опять же, есть генераторы парсеров, которые позволяют генерировать парсеры, которые хорошо рекаверятся в ошибках. То есть это тоже не... Ну, если бы их не было, тогда бы IDE-шек других, кроме вашей, не существовало. Нет, ну, в смысле, нет. Можно парсер написать руками, это не очень сложно. Это там, не знаю, парсер строчек, парсер Питона, например, который я когда-то писал, но это там, не знаю, две тысячи строчек кода на Java. Ты его садишься и пишешь. Это довольно скучно. Ты его там два дня пишешь, потом он работает. Там с ним не надо особенно возиться потом. Раз мы затронули парсера, давай тогда поговорим чуть подробнее еще про компилятор, из чего он еще состоит, кроме парсера. Да, собственно, после того, как работает нормальный компилятор. Компилятор Котлина, по крайней мере, вот в той версии, в которой, когда я его писал, он не совсем работал так, в нормальном компиляторе. Это когда вчера было? Вот. Нет, там с тех пор все переписали. Речь про первые версии самые. Да-да-да. То есть как обычно работает компилятор. Мы получили вот это самое дерево. В этом дереве есть там все конструкции языка. Например, в Java есть, например, оператор ForEach. Вот ForEach, на самом деле, за ними, за оператором ForEach стоит какая-то конкретная семантика. То есть нам нужно взять там итератор, у этого итератора вызывать метод hasNext, и пока это метод hasNext возвращает true, вызывать метод Next и брать то, что он возвращает, и вот это будет, соответственно, присылать это в переименную цикл. И обычное большинство компиляторов делают несколько проходов так называемого дешугаринга. То есть это проходы, когда мы находим в ходе такие сложные конструкции, как, например, ForEach, и заменяем ее на более простые конструкции. То есть там у нас написано в инструкции, что ForEach означает, что нам нужно вызвать метод hasNext и вызвать метод Next. И мы заменяем этот цикл ForEach на цикл, который вызывает метод hasNext и метод Next. И мы делаем несколько таких проходов, может быть, довольно много, может быть, даже несколько десятков, которые каждый следующий проход переводит программу в какой-то более простой вид, в котором есть меньшее количество разнообразных конструкций. И дальше, когда мы уже получили простой вот этот вид, дальше мы как бы заканчиваем данным. Кто решает, что вид простой? Ну, для вас там 42 просто. Ну, как бы, это всегда субъективное решение. Окей. Да, фактически, ну, когда мы... Какой-то же конец логически. Когда у нас нет очевидного способа сделать еще прочее. Вот так. Вот. Еще, да, собственно, еще есть... Да, на самом деле, я, может быть, не зря с этого начал, еще есть, собственно, еще есть, собственно, фаза type-checking. То есть когда мы проверяем, что у нас все типы и идентификаторы сходятся, что есть метод, который мы вызываем, что он существует, что если метод принимает параметр string, а у нас параметр int, то мы должны, соответственно... Type-checking тоже прописывается, он прописывается в... Ну, в спецификации языка. Это отдельная часть, это не часть синксиса, это система типов, это отдельная часть. Но мы же поговорили, что система типов часто на уровне виртуальной машины заложена. У тебя должна какая-то синхронизация быть еще между компиляторами? Чуть-чуть всегда есть какая-то система типа сверху виртуальной машины. То есть, например, например, в Kotlin есть, например, понятие nullability. Nullable, null types. Расширяешься. В жавской виртуальной машине нет понятия nullability. С точки зрения системы джавы это одно и то же. То есть ты можешь на уровне компилятора расширить систему типов? Да. Окей. Вот. И... Работа с типами, парсинг. Вот. Вывод типов, опять же, например, то есть как бы... Вывод типов... Вывод типов это... Ну, например, у нас... Ну, например, в Kotlin не обязательно писать возвращаемый тип функции, если это функция выражения. То есть нужно понять, что это за тип. Это есть его тип. Окей. Вот. Дальше, соответственно, если мы сделаем type-checking, по-моему, type-checking, честно говоря, я думаю, обычно делают до всех тишугрингов. Потом мы, соответственно, разбираем вот это дерево. И потом, как бы, потом... Собственно, потом начинается работа бэкэнда. То есть задача бэкэнда это взять какое-то прям жучное представление и сделать из него же выполнение. Бэкэн... Жучное представление это не expression-3 вот это? Ну, да, фактически это оно. Да, и дальше мы можем, собственно, дальше к одному фронтенду может быть написано несколько бэкэнда. И наоборот. Блин, фронтенд и бэкэнд в компиляторе. Да, именно так. Вот. При этом, соответственно, то есть, например, например, вот, собственно, в Kotlin есть один фронтенд и есть разные бэкэнды. То есть есть бэкэнд, который генерит байкод на Java, есть бэкэнд, который генерит код на JavaScript, есть бэкэнд другой, третий, который генерит нативный код. И теоретически можно написать четвертый, который генерит код под CLR. А, то есть таким образом Kotlin может компилироваться в разном языке? Да, да. Не только в байт-код? Вот. Или с другой стороны бывает наоборот. То есть, например, например, LVM это как раз универсальный бэкэнд. То есть ты пишешь фронтенд, который выдает универсальное представление, внутреннее представление LVM-а, IR, и потом дальше LVM выполняет роль бэкэнда и делает из этого. А как решается проблема того, что разные виртуалки имеют разный набор функций? Условно говоря, как это? Ну, ты придумываешь какой-то общий набор абстракций, который везде как-то поддерживается. Иногда получается плохо, иногда хорошо. Либо ты говоришь, что вот там в компилировании Kotlin в Elixir будут такие-то ограничения, я так понимаю. Окей. Ну, не в Elixir, там, наверное, это по-другому называется. Ну, в виртуальной машине, да. Хорошо. Ты говоришь, что вот есть этот бэкэнд, который уже приводит к нужному целевому языку, ну, языку-набору команд. А как это бэкэнд с виртуальным работают? Это тоже какая-то атишка между ними есть, существует? Да, как. Ну, например, LVM... У вас, например, как это? LVM, это же вообще про виртуальную машину. Почему мы ее здесь трогаем? Нет, ну, это тоже... Нет, LVM, ну, то же самое. LVM это универсальный бэкэнд. А, все, точно. Да, логично. Вот. То есть в Kotlin, как бы когда... Вот опять же, почему компилятор Kotlin не такой, как нормальный компилятор? Когда мы начинали делать Kotlin, нам очень хотелось... То есть нам, во-первых, не хотелось писать два раза одно и то же, и нам очень хотелось переиспользовать один и тот же код в компиляторе VDE. Соответственно, структуры синтактического дерева, которые мы использовали, были те, которые использованы, собственно, в VDE, VDE. А эти структуры гвоздями прибиты к тексту. То есть реально каждый элемент синтактического дерева VDE знает про то, что вот он находится в таком-то документе с позиции такой-то по позиции такой-то. И, понятное дело, когда ты пишешь VDE, тебе это очень важно, потому что тебе нужно, не знаю, рефакторизм, подсветка ошибок, там, навигация, intention, inspection, они все на это очень плотно завязаны. Нужно знать позицию файля. Да, и этот файл должен быть какой-то. И тебе очень... А при этом, когда тебе нужно делать дешугаринг, тебе нужно создавать элементы в воздухе. То есть, когда вот этот самый вызов функции HasDex, про который я говорил в нашем примере, он ни в каком файле не находится, он находится в воздухе. Ну, сделать и файлиринг, удалить всю информацию. Да, можно сделать, можно сделать виртуальный файл в воздухе, в котором это было бы... Он бы там был файл из одного слова, с которым в позиции 0 по позиции 4 было бы написано next, и вот этот файл бы мы на него ссылали. Но это очень дорого по памяти и по скорости, и вообще очень... И главное, очень геморрой написать было. Поэтому мы вот в Котлине, в том виде, когда я его делал, там вот этих прям житых проходов не было. Там мы просто брали вот это статистическое дерево из парсера, и прямо по нему бежали и генерили байткон. И это было сложно. И не всегда удобно. И поэтому, конечно, потом хотелось это все переписать. Ну, наверное, переписали. И переписали, да. То есть теперь в Котлине есть как бы стандартное вот именно принжуточное представление. То есть фактический набор структур данных, который как описывает программу в каком-то уже разобранном кусочке виде. И дальше это принжуточное представление передается на вход бэкэнда одного из трех. И этот бэкэнд георит по нему, собственно, то, что им надо загибнуть. Хорошо. Наверное, про компилятор это с большего все. Ну, в принципе, все... Что еще сказать про компилятор? Все этапы разобрали. Начиная... Что еще сказать про компилятор? Ну, там есть еще, конечно, всякие там взаимовопросы там про зависимости и откуда он их читает. Ну, как бы, нет. В общем-то, основные части компилятора мы все описали. Смотри, осталось у меня пару штук, на которые я не понимаю, пока в какой момент надо обращаясь внимание. Во-первых, парадигма, с которой ты будешь в языке работать. Например, я хочу, чтобы у меня там можно было в функциональном стиле писать. На каком этапе это закладывается? Ну, фактически, нужно сразу же это делать. На этапе создания базового синтексиса? Да, конечно. И все? Не, ну, потом, например, этап работы компилятора, я так понимаю, тоже. Ну, тебе нужно, опять же, как ты вот этот кусочек кода представляешь на рандайме. Java очень долго не было. То есть там в какой-то момент появилась инструкция на динамик, которая позволяла довольно просто с этим работать. Там в Java 6, с которой мы начинали, там никакой динамики не было. И там, например, каждая лямбда, то есть каждая вот эта анонимная функция, которую ты куда-то передаешь, мы из нее создавали класс, в котором был один метод, и в этом одном методе было написано тело функции, потом на рандайме мы создавали интенс этого класса и передавали его туда, куда нам нужно передать. И потом туда, где его передали, там этот метод вызывался. Это как бы нормальный способ, но тоже не бесплатный. Вытекающий отсюда вопрос, ну, такой косвенно, но тем не менее. Объясни мне, дурачко, почему? А почему языки программирования пишут на функциональных языках? Почему я на Дотнете, ну, ладно, на Дотнете, наверное, спалу, на каком-нибудь там старом Дотнете, третьей версии, не смог бы написать компилятор? Смог бы. Тогда почему пишут на функциональных? Потому что это удобнее? Как сказать? Нет, на самом деле в функциональных языках есть, во многих функциональных языках... С подходом функциональных парадигм? Нет, там конкретно одна фича. На самом деле есть во многих функциональных языках, не в Котлине, есть такая фича, называется pattern matching. Там можно написать выражение, которое очень компактно в виде написать, что если там у нас есть вот такое дерево, вот я как говорил, если там есть нода, которая называется, начинается на слово for each, а потом там вот такое вот в скобочках написано вот это выражение, а в фигурных скобочках вот это выражение, то мы тогда очень легко разбираем, и тогда мы, значит, мы очень компактно видим, что вот выражение, состоящее из for each, выражение в скобочках и выражение в фигурных скобочках, мы разбираем и делаем с его элементами и то-то, то-то, то-то. То есть просто, очень просто можно сделать парсер? Очень... Это не парсер. Или это не парсер? Обработка кусков дерева уже разобрана. Обработка кусков, то есть бэкэнда? Обработка кусков синтактического дерева. Обрабатывать куски синтактического дерева нужно везде. В рутенде, в бэкэнде... Но теоретически ты можешь это сделать, в принципе, с любым языком программирования, просто это будет сложнее. Да, то есть Kotlin мы писали на обычной самой Java, там функционального стиля никакого нет. Потом, конечно, мы переписали Kotlin на Kotlin, но... Это тоже один из вопросов. Зачем переписывать Kotlin на Kotlin? Ну, типа, написано на Java, что дальше делать на Java? Зачем наркоты не снова... Это просто на раннем этапе становления языка, когда вообще на нем очень мало еще программ написано, потому что еще никто не знает, вообще, полезно это или нет, это тебе дает уникальную возможность вообще попробовать этот язык действовать. То есть ты сам вкладываешь в язык, сам пробуешь его, сам работаешь с ним, это полезно? Это самое ценное, да. Просто там... Это тебе дает и просто понимание того, что что-то там криво, плохо, неудобно. Это дает тебе, там, и, возможно, найти баги в компиляторе. Ну и много всего. Тестирование во время разработки. Да, конечно. Прикольно. По поводу асинхронщины и всех асинхронных там взаимодействий, на каком этапе нужно думать? Ну, то есть понятно, что на уровне синтаксиса тебе сразу нужно продумать, если ты хочешь, чтобы у тебя там, не знаю, какие-нибудь... Да можно по-разному. Бывают языки, в которых вся асинхронщина на библиотечной функции. То есть в Java синтаксис для асинхронщины это, собственно, синхронайз, ключевое слово, и все. Все остальное делать с библиотеками. Причем это могут быть даже не твои библиотеки. Ты просто берешь какие-нибудь там в C-шной библиотеке? Нет, ну в C-шной библиотеке... Нет, в JVM ты так не можешь делать, потому что как бы там все-таки это все тебе нужно... Объяснить JVM. Это все доступ... Доступ к внутренним структурам виртуальной машины, и там тебе... Ты не можешь просто левую библиотеку на C-поключить. Но если найти в никого, то в принципе, да. В C++ тоже, собственно, нет никакой общей. А у вас как с асинхронным программированием? У нас же в первой версии, по-моему, там было все не очень... У нас в первой версии ничего специального просто не было сделано. У нас было все как в JVM. Потом мы, собственно, придумали и сделали корутину. Корутину уже, конечно, имеет языковую поддержку. То есть поддержку нам не снять. Что из себя корутину представляет? Вот как... Как таска? Типа... Рутина это кусочек... Кусок кода, который... Выполнение которого можно приостановить в одной из указанных точек и потом с этой точки продолжить. Не-не, это понятно с точки зрения того, как это работает. С точки зрения таски для разработчика, который внедрял корутину в Kotlin, как это выглядело? Ох, это... Я не возьмусь тебе отвечать. Это много... Долго, много и сложно. Тебе надо сделать синх. Если тебе нужно сделать... То есть, собственно, самое главное, что тебе нужно сделать, это трансляторы функции вот в это корутинное представление. То есть у тебя каждое тело каждой функции становится методом класса. Дальше локальные перемены этой функции становятся полями этого класса. Дальше в этом... То есть те локальные перемены, которые меняются между точками основного... Ну, то есть основное тут то, что кроме синтексис тебе еще нужно нехилую, может, даже и математику включить в компилятор. Да там не то, что какая-то математика специальная есть, там просто... Ну, это как бы некоторая довольно нетривиальная трансляция вот из линейного кода функционального в какой-то инстанс-класса, который может каким-то сложным образом выполняться. На самом деле, корутины во всех языках работают примерно одинаково. То есть это... Я не знаю, тоже позволю себе пофилософствовать, что мы наблюдаем... Вот, по крайней мере, с Котлином мы наблюдаем какую-то такую очень большую конвергенцию языков программирования. То есть то, что было в... Не знаю, в 90-е языки программирования были все очень разные. Там был, как бы, не знаю, там, брать, не знаю, Delfi, C++, Jabu, Disp, Erlang. Они все очень разные. Disp, конечно, был намного раньше, Lisp там в 60-х, еще, по-моему, был создан Erlang в 80-х. Ну, в целом, только они работают, было очень по-разному. Те языки, которые тогда использовались, они были очень по-разному устроены и по-разному выглядели. И потом как-то такое ощущение, что как бы очень много людей с разных сторон нащупали одинаковый какой-то оптимум. То есть, например, Kotlin, Swift и TypeScript. Языки, которые дизайнились в одно и то же время разными людьми, которые друг с другом не знакомы и... И как бы... В то же время очень похожи, имеют много похожего функционала. Да, да. То есть как-то есть какая-то точка оптимума. Я, кстати, в какой-то момент разговаривал с создателем Swift, причем не зная об этом. То есть я как-то позвали в компанию Apple, типа, ну, приходи... Там я был в Штатах, в Калифорн, типа, там кто-то, какой-то знакомый чувак, говорил, типа, приходи к нам в офис, расскажи про Kotlin. Ну, хорошо, ничего, я с удовольствием схожу, буду гостем компании Apple. Вот. И какой-то чувак сидит, какие-то толковые вопросы вообще задают, что за чувак? Ну, ладно, чувак, наверное. А потом мне говорят, что это был, собственно, Крис Латнер, который Swift придумал. Если бы ты знал, что это он, ты бы отвечал ему по-другому как-то? Да не знаю, нет. Ну, как бы все равно, как я отвечал, как знаю, и то, что просто вот интересно. Вот. Не потому ли это, что просто сейчас гораздо проще пойти в Nugget Hub, посмотреть реализацию, перетянуть себя, а раньше все было закрытое? Так мы же и делали это все независимо. Swift не был open-сорсным тогда, мы не знали даже про него, когда мы придумали. И TypeScript мы не знали, да. Но вы все утянули, например, корутины, я не знаю, что же тут есть такое, из Гошки, например? Нет, в ГОД другие совсем корутины. Корутины мы утянулись, да, чуть ли не с C-шарпа, по-моему, это, по-моему, с C-шарпа, по-моему, они дословно были в таком виде в C-шарпе, значит, сделали. Интересно. Там у Андрея, у Андрея Брислава, который, собственно, создатель Котлина, есть специальный доклад целый о Штене и он дошел в Дорсов Джайанс, где он подробно рассказывает, что мы, откуда взяли. Ой, опять ты про Андрея Брислава. Можешь ты пару слов сказать, кто такой создатель Котлина? Ну, типа, над Котлином много людей работало. Почему ты говоришь, что Андрей Брислав создатель? Он заведует архитектурой? Да, он, собственно, дизайнер языка. Дизайнер. Кто такой дизайнер языка? Он придумывает, что, синтаксис? Придумывает синтаксис, придумывает семантику, придумывает все там сложные детали, что вот если у нас написано вот это, что это на самом деле означает и как там разруглить конфликты. То есть это человек, который видит, в общем, как выглядит язык и направляет его? Да. Фух. Ну, голопом по Европам пробежались по основным пунктам. Я надеюсь, что люди, которые нас слушали, им будет, что погуглить как минимум. Я тебя сейчас хочу поспрашивать про постпродакшн языковой. Если так можно сказать. Во-первых, было бы очень плохо, если бы твой язык не обновлялся. Поэтому, наверное, надо думать сразу про обновление. Или можно написать что-то такое прям с первого раза очень крутое и забить? Ну, не знаю. Бывали ли такие прецеденты, когда писал все язык под какую-то задачу и все, и забивали потом на него? Ты, может, что-нибудь помнишь? Не скажу так. Но в целом, в целом, это рабочая схема могла так случиться? Написать язык программирования под какую-то задачу? Да. Ну, как бы, есть, опять же, можно поговорить о DSL. То есть есть просто специальное понятие дамы и специальных занятий, это язык как бы создан для решения тренинговой задачи. То есть... Ну, давайте поговорим о DSL. И DSL бывают тоже. DSL бывают... То есть слово DSL разные люди называют очень разной вещью. И как бы есть простой способ. Это internal DSL это язык программирования, это собственно... То есть там основное различие такое, internal и external DSL. Internal DSL это как бы специальный способ писания программы на языке. То есть, например, у нас в IntelliJ IDE есть некая подсистема, которая называется Kotlin UI DSL. Он тебе позволяет написать panel скобочка, row скобочка, и button с текстом такой. Ну, это над языком над Kotlin. Это на самом деле там ничего... там никакого специального языка нету, это просто мы используем фичу Kotlin'а так, что программа выглядит красиво, как будто это был бы специально придуманный язык для конструирования UI. На самом деле там обычный Kotlin, там ничего другого... Kotlin сам позволяет делать DSL. Да, мы как бы довольно специально целенаправленно этим занимаемся. internal DSL? Это internal DSL. External DSL это специальный синдексис, который придуман именно для выражения какого-то каких-то специальных понятий. То есть, например, SQL может считаться external DSL. То есть, ты пишешь там execute con.prepare statement, ты дальше в кавычках пишешь программу на другом языке. И вот этот строковый литерал это на самом деле программа как бы external DSL для выражения операций с базами данных. С базами данных. Регулярное выражение это external DSL для матчинга фрагментов текста. cron выражение это external DSL для выражения повторяющихся интервалов времени. Например, можно придумать свой external DSL для какой-то задачи. Тогда он с большой вероятностью ты его придумаешь, он будет работать. То есть, чтобы вот этот языковой набор удобнее подходил для каких-то определенных штук. Да. Но на уровне компилятора это все понималось. Но там обычно нету компилятора, там обычно интерпретатор просто. А, просто интерпретатор в тот же язык дальше уже выходит. который просто интерпретирует и выполняет то, что надо. Ну, хорошо. DSL-ми это понятно. Вот. А так, конечно, любой живой язык эволюционирует. И, конечно, про это надо думать, про это надо думать. То есть, в Котлине, кстати, в это страшно много сил вбухано, в эти все механизмы. Это была некультурная, некрасивая и нехорошая подводка к совместимости обратной. И там, на самом деле, в Котлине, например, очень много всего сделано для того, чтобы мы могли экспериментировать. То есть, поскольку у нас есть какие-то фичи, которые вот все стабильные и замороженные, как бы они гарантируются обратно совместимыми, а есть другие фичи, с которыми мы еще пробуем. Мы не готовы дать гарантию обратной совместимости, мы хотим, потому что мы еще не знаем, хорошо ли у нас получилось. А зачем какие-то фичи делать замороженными? Чтобы больше людей начинали пользоваться? Чтобы гарантированно программу, которая была написана на Котлине 2 года назад или 5 лет назад или 8 лет назад можно было... Ну, отлично, а потом мы имеем третью версию питона. Но оно же так не работает, и нам вся практика это показывает. Ну, Java сохраняет. Java сохраняет обратную совместимость. Там очень мало исключений в этом. Но Java за счет этого, я так понимаю, развивается медленно. Именно нет. Нет? Нет, на самом деле Java очень долго медленно развивалась, потому что ее никто не хотел развивать быстро, а потом захотели. И, конечно, появление Котлина сыграло большую роль, потому что захотели. Хорошо, но хорошая обратная совместимость, я так понимаю, это всегда трейд с чем-то. Типа ты чем-то жертвуешь ради этого. Вопрос чем? На самом деле, ну тебе как бы по-хорошему тебе нужно видеть будущее уметь, то есть как предсказать будущее. То есть тебе ты должен как-то, грубо говоря, дизайне язык, тебе нужно иметь какую-то концепцию того, в какие стороны тебе может его хотеться расширять. Или дальше, соответственно, если ты подумал о будущем плохо, то когда тебе его все-таки надо расширить, у тебя есть неприятный выбор, что либо ты ломаешь обратную совместимость, либо ты встраиваешь какие-то штуки в язык как-то так криво и косо, и они там тоже можно, всегда можно придумать какой-нибудь способ, четыре обратных апостеров и две фигурные скобки, то вот это в никакой нормальной программе не встретится, поэтому я могу сделать, что если я написал вот так и потом написал еще что-то, то там вот это внутри будет какое-то специальное знание. Смотри, у нас есть граничные случаи, это Python, которые 2 и 3 вообще там несовместимы, например, например, Python, и, например, Java, которая поддерживает совместимость там уже энное количество версий, и, например, по серединке есть Microsoft, который там выпускает свой .NET, сколько там, несколько лет подряд, 7-8, потом выпускает .NET Core, между ними делает слойку в виде .NET стандарта на три года это все дело поддерживает примерно там на три года, а потом говорит, что все. Ну, это же не вопрос языка, то, о чем ты говоришь, это как раз библиотека и рантайм, что вот мы там в какой-то библиотеке сделали какие-то стандартные функции, потом оказалось, что они там негодные, мы сделали другой набор, чуть-чуть другой, неполный набор. Язык-то совместим. США-то, по-моему, не ломал совместимость. Ну, да, логично. Большинство языков все-таки сохраняют совместимость, то есть это как бы настолько важно, что как бы случаев, когда она ломается, ну, как-то все настолько хорошо знают про второй, третий питон, что, в общем, примерно никто старается так не делать. Ну, я же так понимаю, можно как-то наверняка сделать плавный переход. Я просто не знаю, был или нет. Ну, можно сделать, то есть можно сделать плавный переход, можно сделать инструменты для автоматической миграции. В Kotlin, пока Kotlin не был 1.0, мы, понятно, какие-то вещи меняли. И, возможно, будем еще какие-то вещи менять. То есть у меня есть, например, одна нелюбимая фича в Kotlin, которую вы что выпили в скором времени. Когда-нибудь. Да, следите за твиттером. Я думаю, ты там расскажешь, когда выпилят, что это за фича была. Это фича companion object, я могу сейчас сказать. Спасибо. Вот. Потому что я хорошо помню зачем она сделана и чем она вдохновлена. И те сценарии, ради которых мы тогда ее хотели делать, они совершенно не стоят того, что тех сложностей, которые мы с этим потом получили. И если бы в языке были нормальные статики, нам всем было бы сильно проще жить. И как бы Рома Елизаров с этим согласен. И когда-нибудь мы доберемся, в Kotlin будут нормальные статики. Как понять, на что ты, как разработчик, языкопрограммирования даешь гарантию? Из документации? В документации написано, что вот это вот не будет меняться. Мы даем гарантию. 10 лет поддержки. Вот в Kotlin как разобраться? Там есть процесс депрекейшн. То есть нам, к сожалению, приходится обратную совместимость в каких-то корнях кейзах иногда ломать. Просто, например, потому что мы выяснили, что те программы, которые там можно было написать, они были тупо неправильны. И сейчас, на самом деле... Кстати, вот сейчас стало очень интересно с такими вещами. Потому что, например, одна из возможностей, которая у нас появилась, которой раньше не было, это если мы нашли, что вот какой-то паттерн, что вот если напишешь в companion object и вызов методу суперкласса, и это метод называется хэшкод, то вызовется не тот метод, который пользователь ожидает, а другой метод, например. Это почти реальный пример. То мы можем взять весь GitHub, поискать на нем все случаи такого паттера, например, сказать, что если там таких вхождений ноль, то значит, мы можем спокойно это чинить. Мы почти наверняка ничего не сломаем. То есть там не весь код есть на GitHub, но если из всего кода, что есть на GitHub, это там встретилось ноль раз, значит, мы можем быть уверенными, что там в закрытом коде тоже не очень много раз, нам не страшно это. Если мы на GitHub видим 5000 раз, значит, наверное, не так, 50 тысяч раз, значит, наверное, нам стоит найти какое-то решение, так, чтобы это не ломалось. А дальше у тебя есть цикл депрекейшна, то есть ты сначала добавишь варнинг, то, чуваки, вот эта конструкция в следующих версиях будет не работать. Перепишите ее, пожалуйста, вот на этом. Опять же, вторая вещь, которую мы можем делать, которую раньше было невозможно делать, это мы делаем в VDE, что когда этот код открываешь, ты видишь там желтенький код, нажимаешь Alt Enter, и он становится сразу правильным. Дальше как бы у тебя, ты можешь дальше делать следующий шаг, ты в этот депрекейтный код можешь делать ошибку, что вот там, типа, напишите минус-минус compatible with этот баг, и тогда она будет компетироваться. А если мне написали минус-минус compatible with этот баг, то это будет ошибка, приходится. Ну и потом в какой-то момент как бы ты совсем... А почему нельзя забить просто? Смотри, вы, разработчики, вы выбрали Kotlin версии 2.0, пишите на версии 2.0, 3.0 вам не нужна, вы выбрали 2.0, зачем вам 3.0? Пишите дальше. Мы никогда этого не хотим, потому что, например... Не про вас речь, а вообще в целом. А никто этого не хочет, потому что новый комплинатор работает быстрее, например. Комплинатор, там, совместим с новыми версиями библиотеки. Например, в мире скалы, довольно ужасная совершенно была история в какое-то время, что там была скала 2.13, 2.14, 2.15, и они были все там, не знаю, программа скомпулирована на скале 2.13, нельзя, не может быть использована с программой написанной скомпулированной на скале 2.15. Простите, если я переверяю какие-то детали, но, по-моему, нет. Вот. И там, например, какой-то мейджор с опенсорсной библиотекой очень долго сидел на скале 2.13 и почему-то не могла пораблюдиться. И, соответственно, куча людей не могли использовать последнюю версию языка, а сидели вот на этой стороне. По поводу опенсорса уже не раз мы говорили там, что... Не раз упоминали слово опенсорс. У меня вопрос. Современный язык программирования, он всегда должен быть опенсорсным? Вот ты говоришь, что и Swift, и Kotlin изначально были закрытыми. Ну, Kotlin был закрытым только то время, пока мы его начинали делать. да, пока первым... Он очень быстро стал опенсорсным. Зачем? Это на самом деле вопрос доверия. То есть, грубо говоря, писать программу на языке и знать, что может что-то такое случиться, что потом для того, чтобы эту программу разрабатывать дальше мне нужно будет или там... Чтобы просто не оказаться у разбитого корыта. А, кто из разработчиков, кто пишет на Kotlin, идет смотреть в цикотлина и еще и разбирается в том, где там дырки могут быть? Ну, нет. Не в этом дело. Очень мало кто. Главное, что есть как бы есть понимание, что если там JetBrains в игроне, то кто-то подхватит. Но это же может другую сторону сыграть. У JetBrains что-то не получается, не получилось, сломали совместимость. Разработчики начинают мучу поднимать, а им говорят, ну, ребят, вот open source был открыт, что вы не видели? Или так тоже не делают? Не, но мы все равно мы же заинтересованы в том, чтобы языком пользовались. И как бы open source не open source, но все равно, как бы, если мы делаем что-то, что мешает жить людям, люди нам будут справедливы. То есть open source для того, чтобы работать с комьюнити, в принципе? Для того, чтобы создавать доверие. Создавать доверие. Легко ли запушить изменения в Kotlin? Вот мне, как неработнику JetBrains'а. Самая главная проблема в том, что... Ну, нет, нет, я человек, который разбирается, извините, я не разбираюсь. Kotlin, к сожалению, внутренности Kotlin, к сожалению, очень плохо документирую. То есть, смотри, есть две проблемы. Самая главная проблема, на самом деле, что вообще поменять что-либо в языке вообще довольно сложно. То есть, опять же, смотря что ты хочешь. Если ты хочешь добавить новую фичу в Kotlin плагин, это не очень сложно. Если хочешь добавить какую-то, не знаю, улучшить какую-то диагностику, чтобы там в этом случае показывалось непонятное сообщение об ошибке, а теперь после твоего изменения будет показываться понятное, это, скорее всего, просто. Если хочешь в язык добавить новое ключевое слово, проще не начинать. Потому что на самом деле любое изменение языка требует очень долгого процесса там взвешивания альтернатив, рассматривания того, что это именно такое изменение, которое мы хотим сделать. То есть, это командная работа, человек в абстрактном вакууме, вряд ли он это потянет. То есть, как бы, есть люди, которые это делают, которые пишут про позалы. Вот нам очень нужно, чтобы в Kotlin было вот это. Вот мы попробовали это реализовать, реализация выглядит вот так. И вы в целом на это обращаете внимание? Да. У нас есть специальный процесс, KIP называется Kotlin, чего-то enhancement, что-то там еще пропозал. Там есть репозитория с предложениями по улучшению языка. Это совершенно common practice. Сейчас такой же есть в Scali, такой же есть в Pitoni, такой же, не знаю, есть и в Ruby. Но в Java есть, в Java называется. Короче, это такой совершенно стендерд practice, что вот как бы вот кто-то предлагает улучшить язык, комьюнити обсуждает, рассматривает альтернативу, решает, берем, не берем. Кто решает, берем, не берем, бывает по-разному. Иногда это больше комьюнити решение, иногда это более единоличное решение, там, человек, отвечающий за дизайн языка. Но так или иначе, это все равно как бы какой-то процесс, не одна момент. Вот. И вторая проблема в том, что, к сожалению, внутренности Котлина плохо очень документированы. То есть хуже, чем очень многих компиляторов. Так как вы работаете с ним? Типа мы знаем и пилим. Мы привыкли, да. Сходим к соседу, сосед знает. То есть это не история про то, что просто какая-то внутренняя документация не раскрывается, ее просто не успели написать. JetBrains, вот это тоже, кстати, точек, JetBrains от Google отличается. То, что в Google документация кода по дефолту есть, в JetBrains документации кода по дефолту нет. Это как бы очень болезненная для нас во многих аспектах проблема, но мы вот как бы... Я пытался лично с этой проблемой бороться, преуспел довольно мало. Другие люди тоже пытались, тоже не очень преуспели. Как бы... Ну, будем надеяться. У Котлина хорошая документация, реально хорошая документация по языку стандартной библиотеки, но документации по внутренностям, ну, почти нет. Еще один вопросик у меня остался, последний, наверное, по части вот этой технической. У многих языков программирования в управлении стоят фаундации, фаундейшн. Там, например, Rust. Котлина тоже есть. Котлина тоже есть фаундейшн. Расскажи подробнее, потому что со стороны кажется, что Котлина это моноязык, созданный... Язык, созданный монокомпанией, JetBrains. И если вдруг JetBrains что-то становится, то и Котлина тоже пропадает. Нет, появление Котлина фаундейшн просто было условием для того, чтобы Google смог заадоптить Котлина как язык программирования для Андроида. То есть им было очень важно, что... Для них это была гарантия, что... Да, что если что-то случается, то как бы у них есть возможность дальше это продолжать. То есть фаундейшн поделена... То есть там два директора JetBrains и два из Google, один независимый. Независимый в смысле просто рандомный человек какой-то? В компании, которая не называется. Совсем не рандомный человек. То есть как бы, к сожалению, предыдущий не рандомный человек скончался некоторое время назад, но он просто был очень маститый дядька, немолодой. Вот. И фаундейшн, например, принадлежит самый главный трейдмарк Котлин. Ну и фаундейшн может как бы взять на себя контроль за разработкой. Но тем не менее разработкой занимается в основном JetBrains сейчас. В компании Google есть несколько инженеров, которые контрибьютят в язык, в компилятор. Они именно на позиции в Google? Да. Как контрибьюторы Котлина? Да. То есть в случае, если вдруг что-то с вами становится, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, есть кому подхватить? Да. Отлично. С этим тоже разобрались. Хорошо. У меня по технической части все. Почти все. Последнее, что я хотел спросить, последнее, что я хотел спросить, что можно почитать, может, на ходу сказать тем, кто хочет язык свой. Хотя, может, не сделать, но понять, как лучше работают языки программирования. Надо было, мне кажется, подготовиться к этому вопросу. Я поэтому сейчас буду из головы, потому что есть из головы, могу сказать, что есть классическая книжка Dragon Book. Аха и Ульман. Здесь нет, не стоит, по-моему, на полочке про то, как писать в мобиляторе именно. Но она такая, очень теоретическая. Сейчас, где не стоит. Очень теоретическая. Довольно хардкорная. Ну, то есть нет, она как бы... Типа Вохова и Паттмана. По банде четырех из мира ООП. Нет, она как бы, нет, Генгу Форда очень практическая. Нет, там тоже она достаточно практическая, но там так просто вот много и тоже какой-то компьютер-сайенс-теории много в ней. Есть хорошая книжка, если я правильно помню, называется Crafting Interpreters. Как раз именно про то, написать интерпретатор, и там, на самом деле, вот это сильно проще, чем написать компилятор, и там можно как раз как-то сделать игрушенный интерпретатор очень быстро. Я, на самом деле, еще вот с нашим тоже учитель информатики, который рассказывал, про который я рассказывал, мы с ним интерпретатор в какой-то момент тоже писали. В школе. Да, у меня до сих пор где-то исходные тенеры одни лежат. Прикольно. Ну, как-то там совсем быстро, совсем чуть-чуть было, конечно. Да, он назывался QDesk, Quick and Dirty Execution System. Смотри, в марте JetBrains приостанавливает продажи на российский и белорусский рынок 22-го года. В августе, насколько я помню, уходит из России как юридическое лицо IntelliG. Да, но на самом деле там просто там был постепенный процесс, понятное дело. Ну да, конечно. Там у нас осталось здание, и очень долго просто были какие-то люди, которые занимались обслуживанием этого здания. Это вопрос не в том, почему так долго. Вопрос, наоборот, хотел сказать, что это один из немногих примеров, когда российская компания ушла с рынка, сделала это осознанно, и понятно, что тут может, конечно же, есть прагматичный интерес, потому что продуктом пользоваться по всему миру. Но тем не менее, формулировка была четко осуждаем действия российских властей. Я с этой формулировкой всячески согласен, но очень рад, что очень рад, работаю в компании, которая это сказала и сделала все, что за этим последовательно. Почему этого не понимают многие ребята, которые работают в крупных российских компаниях, в ручных компаниях, давай их так назовем? Мне кажется, что очень много людей, то есть я последний раз был в России в январе 2022 года и не планирую туда возвращаться до того, как что-то радикально изменится, если вообще когда-либо. Вот. И поэтому я о том, как там сейчас происходит, как там сейчас все выглядит, я, понятно, где могу говорить с чужих слов, со слов людей, которые там были. И, к сожалению, сейчас происходит какое-то вот... Я так скажу, еще до всего, до всей войны, когда там были вот там, не знаю, 18-й год, 19-й, что-то такое, после Крыма, конечно, но уже вот когда там до ковида, с одной стороны в городе Санкт-Петербурге проходила масса прекрасных вещей. Рестораны, столько классных ресторанов, как в Питере, нигде не было никогда. Палые паруса. Ну, это как раз я не очень люблю, но не знаю, Новая Голландия, Севкабель, Эрарта, все вот это. Это сидрерия, крафтового пива отсюда до горизонта хоть залейся в 10 раз больше видов, чем в городе Мюнхене можно купить. Разных, главное, в Мюнхене все крафтовое пиво одинаковое, а там нет. Ну, нет, я чуть-чуть утрирую, конечно, но не очень сильно. Вот, и все, было абсолютно ощущение, что это все стоит на фундаменте из песка, что как бы чуть что случится, как бы, как бы, если там какая-то возникает проблема, то просто у тебя нет никакого, никакой защиты, никакой гарантии, просто как бы, пока ты делаешь что-то, что никому не мешает, ты это делаешь, как только то, что ты делаешь, начинаешь кому-то мешать, у тебя нет никаких шансов это защитить. Поэтому это в каком-то смысле, ну, для меня это всегда выглядело каком-то, каким-то такой, не знаю, притворной урбанистикой, притворным, как бы, вот этим самым хипсерством и девелоптомом. С одной стороны, все очень классно, а с другой стороны, как бы, ну... Сидим на пороховой бочке. Ну, даже в том-то и дело, что даже не на пороховой бочке, вот тоже, на самом деле, когда война уже началась, как-то были какие-то такие вот ощущения, что вот как бы сейчас вот что-нибудь такое как-нибудь... что-нибудь такое эпическое случится, и вот все в разом в ту или иную сторону накроется. Что, не знаю, что там, не знаю, был какой-то, например, пост в начале войны, что вот сейчас, типа... Вот сейчас у России, типа, все грузовики ездят, перестанут, и Россия не сможет снаряды на фронт ввозить, потому что все грузовики ездят, перестанут. Чувак-специалист по американских грузовикам очень подробно доказывал, и почему российские грузовики не смогут ездить дальше, чем до мая месяца. Ну, как видим, есть. И вот в том-то и дело, что как бы какого-то эпического коллапса не происходит, потому что все очень ждут с нетерпением, что вот сейчас все накроется, оно ничего не накрывается, все становится медленно, по чуть-чуть хуже. То есть ты думаешь, что многие ребята из тех, кто продолжают работать на Яндекс, ВКонтакте, там, Mail.ru, Тиньковы, Сберы, они ждут все еще? Нет, я не знаю, что они ждут или не ждут. То есть как бы некоторые люди просто, я не знаю, одни мои друзья просто, ну, не видят для себя возможным уехать. Ну, есть такая категория, безусловно, есть людей, которые просто не могут это сделать физически в силу разных причин. Даже ментально. У них, там, не знаю, вот у людей, о которых я говорю, там, собственно, как бы, ну, там, собственно, у женой, отец жены живет в Штатах очень много лет, и звал их к себе еще там тоже там 10 лет назад еще и когда-то. Ну, вот они не хотят. Ну, хорошо, но не уезжайте. Просто найдите работу, которая не так очевидно поддерживает эту систему. Тут мне сейчас комментарии, кстати, напишут, а почему я говорю, что крупные компании поддерживают систему, если налоги платят все? Ты как считаешь? Можно ли, ну, вводное ли решение сменить одно большое зло на чуть меньшее зло? Я не знаю, я в каком смысле, ну, то есть я нахожусь в очень привилегированной позиции. Я могу, понятное дело, говорить, что... То есть я могу оборвать все связи с Россией, и мне за это ничего не будет. Ну, ты тут уже 12 лет живешь в Мюнхене, понятно. Да даже не в том дело, что я 12 лет живу. У меня здоровые родители, которые скоро переедут в другую страну. У меня здоровая сестра, которая скоро переедет, которая уже довольно давно находится в другой стране, и скоро переедет еще в другую страну, куда на самом деле хочет. И я могу тут, как бы, я могу занимать максималистскую позицию, говорить, что я вот там, я с Россией ничего общего иметь не хочу, и все, и не ездить туда, и не иметь себе никаких дел. И мне очень легко было это решение принять, но я понимаю, что абсолютно не всем людям так легко это решение принять. Но, с другой стороны, мне, правда, очень сложно понять. Я не знаю, нам прислал резюме в какой-то момент человек, который вот на Творе был тоже сентябрь или октябрь, и человек пишет последним местом работы компанию ТАСС. Я просто говорю, что нет, я не буду с этим человеком, я не буду с ним разговаривать, я не буду никакой... Потому что это одумавшийся? Или поздно? Октябрь месяц. Октябрь. Не март месяц, октябрь. А если бы к тебе пришел такой же человек из Яндекса? К нам приходят люди из Яндекса, мы собеседуем людей из Яндекса. То есть тут как бы... Тут... То есть я не знаю, как бы... Если говорить о найме, то для меня, ну, как бы, есть разница, и... как бы... Я не готов говорить, что мы не будем... Но это разница исключительно в том, что там в общей массе в Яндексе инженеры технически сильнее, чем в ТАСе том же? Нет. Либо это разница там в разных компаниях... Разные компании в разной степени поддерживают происходящее. Компания Яндекса, конечно, в большой степени поддерживает происходящее. Можно открыть новостную ленту, можно было открыть новостную ленту, которую они продали, но все равно там так или иначе есть. Но кто-то скажет, что они продали дзену новостную ленту, это как раз-таки шаг к тому, чтобы показать, что мы не за. Ну, как мы видели, то, что было после этого, это как бы ни в какую сторону настоящей независимости не было шагом. Как ты сам относишься к тому, что происходит в Украине сегодня? Это очень плохо. То есть самое ужасное, что... Самое ужасное, что люди, что как бы, что есть люди, для которых это... Что там кто-то где-то в кого-то стреляет, мы не хотим разбираться, кто где в кого и почему, мы хотим танцевать и ходить в кафешки, будем продолжать это делать. Для меня вот это самое ужасное, что просто люди как бы... Для меня даже люди, которые активно поддерживают войну, в каком смысле... Ну, они людоеды, конечно, но в каком смысле меня это... Более честные? Да. Сами с собой кто-нибудь не может быть, да. А что можно делать людям? Зачем вот... Если не танцевать в кафешках и не забывать? Вот. То есть мы-то тоже с тобой сейчас не в окопах лежим? Нет, не в окопах лежим, конечно, и... Я не знаю. Как можно... Что можно делать, чтобы оставаться, там, честным перед людьми и с собой морально? Что бы ты мог послепить? Я сам помогаю деньгами. Но люди из России, им сложновато это делать. Как ты думаешь, вообще есть ли варианты сейчас, находясь в России, что-то вот делать? Чтобы помочь закончиться этому звездицу? Я не готов давать советы людям, которые живут, которые сейчас находятся в России. Потому что ты не в этой... Потому что я... Потому что... В тех условиях. Разные люди готовы на себя брать риски. Я как бы, понятно, я тут могу рассуждать о том, кому что надо или не надо делать. Я сам, понятно, то есть... Я сам теоретически тоже мог бы делать намного больше. То есть, например, тот же самый, там, небезызвестный в комьюнити Алексей Шапилёв делает намного больше, например, как бы волонтёрит и помогает беженцам. Очень много денег своих на это тратит, например. Я очень его за это уважаю. Я по разным причинам сам так могу делать. Но вот помогаю деньгами... Понятно, что сложно. Понятно, что у нас другие условия. Понятно, что мы в Европе. Но в Европе мы тоже оказались... Кто-то не просто так. И тут тоже как бы мы не поём и не танцуем. Тут как бы, я не знаю, мне кажется, самое главное понимать, что происходит. То есть, опять же, мне сложно говорить, что там, не знаю, что человек, не знаю, что если вокруг идёт война, то человек просто ни о чём кроме войны это и не должен думать. Потому что так просто человек себя разрушит. И можно наблюдать, как это происходит. Там много, наверняка, людей в такой ситуации находятся. И... Но понимать, что быть осознанным в этой ситуации нужно. Мне кажется, это необходимый минимум. Да, это то, что как бы то, за что не сажают. Да и не смогут посадить, я надеюсь. За мысли пока что не сажают. Да, и мне кажется, необходимый минимум это то, что я могу как бы... Как можно... От всех ожидать людей, которые там находятся. И которые в любом месте находятся и здесь тоже. Потому что здесь тоже я ходил против... Мимо пикетов за войну и что типа, что... Тут были такие. Ну, то, что я видел, была какая-то одинокая дама, которая стояла за столиками и написала там, что-то там, что защищало Путина. Можно было к ней подойти поговорить, я не стал, может быть, зря. В следующий раз. В следующий раз. Потому что, к сожалению, как показала практика, в Беларуси очень сильно переплетена с культурой России. Мы все это смотрели. После начала войны как-то не было ни желания, ни возможности. Да и времени не было. И тут вчера я случайно открыл ТНТ. И я очень удивился. Потому что раньше это был развлекательный канал с небольшим количеством треша. Ну, относительно. Для кого-то большим. По моим меркам нет. А вчера я увидел кучу рекламы с ущемлением ЛГБТ. Прямым. Прям прямым. Кучу рекламы. И рекламу с одобрением мастурбации. И, ну, это нормально. Но это выглядело так, будто бы мобилизованным солдатам говорят, чуваки, дрочите. Это нормально. И в перебивках между этими рекламами везде мелькали буквы Z. А шоу, на которое я попал, когда открыл этот канал, было про то, как вузовой кувалдой разбивают череп. И разбивают череп кувалдой за камерой. Стоят ведущие, сидят зрители, на них пырскает куча крови, и они все смеются. Я просто офигел. Ну, я не думал, что пропаганда может быть хуже, чем белорусская. А белорусская я насмотрелся за эти... За последнее время много. И я офигел, что такое вот произошло за короткий промежуток в России. Как с этим бороться? Людям, которые там хотя бы находятся. Непростые ты вопросы задаешь. У меня, к сожалению, нет хороших ответов. То есть я, опять же, я... Хожусь в привилегированной позиции, там, в пузыре. И меня очень мало из моих знакомых как бы оказались там по ту сторону идеологического раздела. и к счастью, наверное, и как бы... Ну, у меня как бы вообще никогда не было очень широкого круга людей, поэтому как бы тот небольшой, который был, как бы весь с правильной стороны этого разделения. Я не знаю, мне кажется... Ну, мне кажется, первое, что нужно делать, это соблюдать информационную гигену, не смотреть это все ни для чего, ни там, ни хохмы ради, ни просто не для того, чтобы знать, что там в другой стране происходит. Просто не смотреть, не изолировать себя от этого. Мне кажется, это самое лучшее, что можно сделать. Ну, тогда получатся те люди, которые танцуют на дискотеках и вообще ничего не видят, если они от всего себя изолируют. Так не от всего, нет, надо просто как бы от пропаганды изолировать. Для того, чтобы знать, что происходит в Украине, не нужно смотреть пропаганду. Ну, нужно смотреть пропаганду с украинской стороны. Сейчас меня могут закидать, но это то, какими аргументами меня бросаются вот мои знакомые непонимающие. Говорят, ну, окей, ты не смотришь наши каналы, но ты смотришь там Униан, а там же тоже пропаганда. Я не прав, с какой точки зрения, там тоже пропаганда. Есть, ну... Ну, просто она... Это вот на самом деле, это как бы очень вредное совершенно свойство российского дискурса, очень давно уже существующего, за два годов, там, не знаю, разболотно еще начавшееся, заключающегося в том, что правда не существует, а если какой-либо человек высказывает какое-либо мнение, то ему за это мнение заплатили. Заплатили, соответственно, как бы Госдеп, конечно, всем платил. И где кто там, не знаю, Сорос, у нас там главные злодеи, разрушители страны прекрасные, бывшие мои. И вот это как бы... Это просто вот это утверждение, это просто как бы тезис о том, что правда не существует. И мне очень сложно ответить на этот тезис. Хорошо. Я все равно из тебя вытяну небольшую рекомендацию. Вот я читаю Униан, он считается очень украинско настроенным телеграм-каналом, ну и понятно, украинцы идут классные, подписывайтесь. А меня не слушают из-за этого, потому что типа я пропаганду смотрю. А что бы ты посоветовал, вот где черпать информацию актуальную, если не пропагандистскую русскую? Я читаю... Есть такая как бы... Такой сайт understandingwar.org, то есть это американский Institute for the Study of War. И они просто каждый день публикают сводку о том, что происходит. Что происходит в российской политике, что происходит там... Что происходит на войне, какие там новости, что там... Что на фронте происходит. Какие-то... Ну и там... И причем они, кстати, очень много, они даже больше рассказывают про, не знаю, про конфликт, не знаю, Беглова и Пригожина, чем про, там, не знаю, какую деревню сегодня обстреляли. А может, в каком-то смысле первая. То есть какой-то анализ проводят. Да. Вот вам хороший вариант. Они как бы... Они не получают никаких сливов, они анализируют как бы информацию, которая есть в открытых сочниках. Они... Вот для меня это как бы то, что заслуживает доверия. Блин, это так странно. Почему? 21 век, блин, когда вся информация на ладони, большинство людей просто заткнули голову в песок. Потому что вот... Потому что была разрушена вера в истину. Это на самом деле мы в американской политике тоже самое наблюдаем. А в немецкой политике меньше, но тоже можно это найти. Просто что правды не существует. Есть как бы одна сторона и другая сторона. И ты выбираешь ту сторону, которая тебе почему-либо больше нравится. Потому что позволяет тебе больше собой гордиться. Или что-то такое. Если говорить о России, то это очень часто, очень часто, поскольку своими достижениями гордиться сложно, то приходится гордиться достижениями стран. Если достижения страны не существуют, приходится их придумать. Или вот это, к сожалению, все упирается в то, что вот в это. Хорошо. Давай двигаться к концу. Последние у меня вопросы остались. Чем бы ты занимался? Чем бы ты мог заняться, по твоему мнению, если бы не было в мире программирования? И вообще... Ну ладно, пусть электричество было бы, программирование не было бы. Слушай, ну и масса вариантов. То есть, например... Ну то есть, например, собственно, чисто как бы то, что реально было до того, как я, собственно, занялся программированием, я довольно сильно интересовался химией. То есть, причем, не той химией, которая вещества для внутреннего употребления, и не той химией, которая пиротехника, а той химией, просто реально именно химией, как наукой. Я там, не знаю, я знал всю школьную программу по неорганике, там, к седьмому классу, например. Причем не школьную российскую программу, а программу американских коллег, потому что у меня папа... У нас, по-моему, неорганики даже особо и не было в школьных программах. Когда я учился, было, собственно, вот 8-9-10 класс неорганика, 11-й органика. Я не знаю, что потом было, но... И я бы, например, занимался бы этим. Языки однозначно. Я абсолютно до сих пор фэссинейтед. Ну, ты в начале выпуска говорил, это как шутка. Нет, нет, абсолютно нет, абсолютно нет. Я... Меня абсолютно завораживает сравнительно историческое языкознание, этимология, возможность вот этого простраивания цепочек связей между всеми словами во всех языках нашего индоевропейской языковой семьи, потому что я все как бы про это. То есть я в школе изучал латынь, греческий, я там самостоятельно учил испанский, итальянский, французский. Немецкий? Ну, немецкий, естественно, потому что я здесь живу. Вот. И вот это просто... Тут, к сожалению, проблема в том, что вот это конкретно, вот это поле пахано уже столько, что там очень-очень-очень сложно совершить какое-то открытие. Если ты его совершишь, оно будет очень-очень-очень маленьким. Поэтому как бы я не знаю, что там конкретно я мог бы сделать. Но я, по крайней мере, для себя в этом копаюсь. У меня есть педпроект сейчас, в котором я пытаюсь эти все там взаимосвязи между словами как-то на компьютере моделировать и устраивать. И это просто меня бесконечно... Ты себя видишь где-нибудь в будущем в Natural Language Processing'е? К сожалению, то... Тут, к сожалению, есть практические... К сожалению, нет. Потому что, к сожалению, то, как это делать на самом деле... Ну, это известная цитата из чувака, который был руководителем Google Translate'а когда-то в Google, вот типа, что каждый раз, когда я увольняю лингвиста, качество машинного перевода улучшается. К сожалению, то, как сейчас работает весь этот НЛП, это машинный дёрнинг. И у меня к машинному дёрнингу сложные отношения, но он совершенно не вызывает у меня такого... Не, ну там же есть разные фишки, типа простраивание векторов, слов, там, мама плюс папа равно родители и всё такое. Это не то, что меня торкает, к сожалению. То есть там можно... Там масса всего и антологии, и, не знаю, построение статистических деревьев. У нас даже, вот у нас, собственно, есть такой проект Grazie, для этой, собственно, работы с естественным языком ВДЕ. Он на самом деле начался с проекта, который я же делал на Хакатоне вместе с друзьями и коллегами, и тогда у нас есть ежегодный Хакатон в компании, я в нём всегда очень стараюсь участвовать. И вот в том году мы его выиграли. И потом, как бы, я сам не стал дальше этим заниматься, а вот другие ребята подхватили, и вот теперь это у нас, как бы, большое направление на работе системы. То есть, подожди, то есть то, что вы разрабатывали на Хакатонах, часто внедряется в ваши продукты? Ну, на самом деле, как бы, такое бывает. Нет, тогда, на самом деле, из того кода, который мы тогда на Хакатоне писали, это было чисто ради демки, то есть там было очень сложно что-то использовать, начиная с того, что там всё использовалось, всё жило на API Google Cloud, там в Клауде есть API для работы с тестым языком, с английским, по-моему, только, или не только, неважно. Короче, там всё, ничего из того не взяли, всё написали заново, но inspiration был ровно, кажется, в этом. А так бывает, конечно, да. Вот. О чём бишь я? Химия и языки. Да. Неплохо. Как ты думаешь, где-нибудь в будущем ты сможешь связать жизнь свою с этими сферами? Ты будешь ли связывать? Я вот тебя только что спрашивал про связь с NLP, технической реализацией, а может быть где-то там к 60-50, вдруг ты поймёшь, что дзен в том, чтобы изучать полиэтилен и их виды, и пойдёшь в химию нейронической. Химии очень сложно представить, языки, возможно, ну тоже, опять же, по моду и того, что я не очень понимаю, что там, какой там мог быть мой контрибьюшн. Понятно. То есть вдруг что-то может появиться. То есть я как бы, у меня, конечно, есть ответ на вопрос, какое-то количество ответов на вопрос, что делать после JetBrains'а. Чего, там же рай сразу. Да нет, я не знаю, всё-таки, я уже как-то 20 лет почти здесь. В какой-то момент надо будет эти ничьи знать, молодых пустить. Я не знаю, там всякие там продюсить инди-игрушки, сделать свою масс-медиа нормальную, про технически, нормальную, технически, серьезно подкованную, грамотную масс-медиа. Не про то, как найти работу, как прагматик инженер, и не про то, как одну конкретную технологию. Тяжерный уже закрылся. Отличная ниша сейчас вырисовалась. Тяжерный, по-моему, я не знаю, он же не очень технический уже был. Ну, он не был полностью технически направленным, но там очень много чего было для нашего брата тоже. Нет, я, конечно, не русскоязычный, конечно, английский. Потому что, опять же, тот же самый Хаббер, в смысле уникальное явление, потому что там очень много серьезного технического контента. Ну да. Или, может быть, было, я не знаю, что там сейчас, но потом или было точно совершенно. И эквивалентно англоязычным ресурсам ее существует. Хаббер пытался выйти на мировой рынок, и, по-моему, не преуспел в этом нисколько. Хаббер есть у них российский. Не-не, я понимаю, я просто пытаюсь вспомнить, неужели нет в англоязычном семейнице ничего? Хакер-нусе the best there is. ДТХ? ДТФ какие-нибудь? Или ДТФ он русский? ДТФ русский. Русский. Ладно. ДТФ как раз русский. Это тоже уникальная вещь. Ну да, да. Ну это все, как бы, это все тоже какие-то такие, это не планы, а просто как бы, что я мог бы делать. Не пропаду вообще. Так, 7 месяцев прошло с момента нашей записи. Так бывает. И много чего поменялось, насколько я знаю. Расскажи немножко, что у тебя в жизни изменилось за эти 7 месяцев? Ну, главное, что изменилось, то, что я больше не работаю в компании JetBrains. И, собственно, я теперь занимаюсь своим другим, другой своей давней страстью, а именно лингвистикой. Я съездил в летнюю лингвистическую школу в Лейдене, вот. И, собственно, понял, что мне очень понравился город, очень понравился университет, очень понравились люди, которые там, собственно, преподают. И я поеду учиться туда. Прямо учиться, прям основательно, прям на... Ну, если все хорошо, то я попаду там в магистратуру. Если меня не возьмут в магистратуру, то, возможно, надо будет поступать на бакалавра. А по какому направлению? Индоевропейский, то есть, собственно. Реконструкция проиндоевропейского, вот это все. То есть ты полностью, буквально месяц назад, я так понимаю, ушел из айтишки? Ну, более-менее так. Поздравляю. Спасибо. Возможно, не навсегда, возможно, я потом вернусь, потому что, что там с работой в академии, понятно, что там есть... Ну, в любом случае, приятный саббатикал, можно сказать так. Да, там понятно, что есть много вопросов, что там есть работа вообще, за что там платят, сколько и кому, и какие там условия. Там это все, конечно, никакой айтишки. Ну, конечно, персоналю бариста в офисе не будет как-то пронести. Оставлю ссылочку на твой блог, ты там уже две статьи написал по поводу того, что ты уходишь, по поводу того, чем ты сейчас занимаешься? Да-да-да, там... Я, собственно, планирую более-менее про все рассказывать, что происходит там. Наверное, это будет интересно все-таки не всем, потому что там как-то... Ну, я не буду себя ограничивать в том, чтобы какие-то там лингвистические детали рассказывать или что-то такое. Наоборот, на узкую аудиторию тот контент, которого не хватает. Почему нет? Посмотрим, да. Как думаешь, твой новый опыт, который ты сейчас получаешь, потом, если что, замачиваться на айтишку, или это все-таки будут два разных опыта в разных областях полностью, если вдруг захочешь возвращаться? Или ты не думал о таком еще? Я, ну, как бы, про возвращение я, конечно, думал, про матчинг опыта сложно сказать. То есть, мне кажется, там намного больше как бы в обратную сторону будет работать. То есть, например... Вот опыт инженера будет помогать тебе работать, делать какие-то работы на языке. Там есть такая область, называется Digital Humanities, как раз про то, чтобы там оцифровывать разные тексты, делать какие-то базы данных интегрированные, чтобы можно было там искать как-то... И по словам, и по технологическим вещам, и так далее. И этих проектов уже довольно много, они довольно давно развиваются, но, например, они все довольно разрозненные. Компьютерная лингвистика, это тоже оттуда? Ну, тут немножко другая цель. То есть, компьютерная лингвистика, это просто вот использовать там компьютеры для того, чтобы современным... Как бы с современными текстами решать какие-то задачи, начиная с машинного перевода, там, не знаю, суммаризация, там, sentiment analysis, все такое. Здесь задача другая. Здесь у нас есть... Здесь задача в том, чтобы создать инструменты, ну, во-первых, для сохранения информации в удобном виде, во-вторых, для ресерча. То есть, у нас как бы... То есть, у нас нету какой-то... Практическая цель, у нас есть цель, что вот есть какие-то, там, не знаю, тексты на лингвийском языке, на котором там говорили, там, в пятом веке до нашей эры. И вот у нас теперь есть задача как-то проанализировать вот корпус надписей, который у нас остался. Вот очень маленький, но тем не менее, там, можно... Или, например, там тоже, с чем я недавно возился, там, староанглийская поэзия. Вот там просто оцифрованы все манускрипты, есть комментарии, есть тоже переводы залинкованные, и вот это все вот такой... В цифровом виде можно это все... с этим всем работать. Без необходимости там ездить в какую-то библиотеку, там, в Оксфорд или куда-то, а просто можно у себя дома на экранчике посмотреть все эти рукописи, если ты хочешь у них что-то попробовать вычитать, у тебя есть все возможности это сделать прямо, не отходя от компьютера. Вот. И есть ощущение, что там довольно много всего и можно делать лучше, и интегрирование, и современие, и так далее. И вот я надеюсь, что вот скорее в эту сторону моего подхода подойдется. Ну и второе, на самом деле, оказывается, что сейчас есть довольно большой спрос на людей, которые могут преподавать лингвистам всякие околокомпьютерные, около-AI-ные вещи, и, соответственно, вот может быть в этом для меня тоже будет какая-то область применения моих навыков, чтобы просто преподавать людям, которые вообще с гуманитарным бэкграундом какие-то вещи, которым я научился за долгие мои годы в теории технической. Что изменилось в твоей жизни за 22-й год? Топ-3 вещи. Что изменилось? Да, не топ-3. Несколько вещей самых ярких, которые тебе запомнились. Я принял решение перейти на 4-х дней на рабочую неделю. Вау. И перешел, перехожу на нее с февраля, например. Это потому, что тебе захочется меньше, захотелось меньше работать или потому, что это там эффективность повышает? Почему? Скажи. Или потому, что просто можно? На самом деле, потому что очень задолбалый все время чувствую себя усталым. То есть я как бы, несмотря на то, что я как бы про work-life balance всегда очень пикусь и тоже и работаю, и отгуливаю весь свой отпуск еще чуть-чуть. У нас, причем, JetBrake сдает 30 дней отпуска, мне мало. 30 рабочих было в год. Подряд? Ты 30 подряд выгуливаешь, тебе мало? Нет, я в какой-то момент, я недавно был сам, сколько, когда? В 20-м, что ли, в 20-м году брал три месяца с Абатикова и просто не работал. И, короче, я не знаю, мне просто очень хочется, как бы, не знаю, быть счастливым, и я не могу быть счастливым, когда я все время устал, и у меня как бы не получается соблюдать вот этот... То есть того баланса, который как бы считается стандартным, про отпуск и 8 часов, и про, там, не знаю, про дни работы по выходным и все вот это, мне недостаточно, чтобы... Слушай, ну кто-то из айтишников может сказать, что 8 часов в день работы можно кайф получать, если ты любишь там свою работу? Или это пока молодой, пока у тебя там нет других социальных, или почему? Нет, для меня это не вопрос. Или ты больше работаешь? То есть я много работал, конечно, когда был молодой, у меня тоже все время там и по фултайм работа, и потом еще по вечерам что-то свое кодить. У меня было много... Ну, молодой, мы тоже пока молодые, пока юн, скажем так. Я просто... Я не знаю, наверное, возраст большая часть этого. Помог 4-дневный? Я не знаю, с февраля. А, ты с февраля... Подожди, ты с февраля уже год прошел. А, с февраля 25-го года. Да, вот это с февраля. Я только решил, я еще не перешел. Слушай, еще из прошлого интервью ты рассказывал, что в феврале ты начнешь 4-дневную неделю рабочую. Да. И тогда ты не мог поделиться опытом. Как 4-дневка прошла? 4-дневка прошла хорошо вполне. То есть я как-то довольно спокойно уложил всякие свои дела в те 4 дня, которые были. И пятый день, в общем, довольно сильно помогал тоже. То есть без потери продуктивности по факту? Ну, на таких позициях сложно говорить о том, что такое продуктивность. Там же нету такого, что мне там нужно там 25-100 репоинтов за интерацию закрыть. И кто закрыл, тот молодец, а кто не закрыл, тот не молодец. там все равно, то есть... Ну, условно говоря, твое отсутствие дополнительный день в неделю, я так понимаю, на эффективности работы людей, которые от тебя зависят, не сказалось? Это нет. Ну, например, я, собственно, последнее время занимался именно ML-проектами, и, может быть, если бы у меня было чуть больше времени, я мог бы чуть больше как-то поднаторить в этой тематике, больше разобраться в том, что там происходит, потому что немножко не хватало теоретической подготовки. Тем не менее, JetBrains и AI выкатили прям, прям спасибо вам. Прям интересная, хорошая штука. Да, JetBrains и AI мы выкатили, но там как раз то, что мы выкатили, требовало довольно мало именно понимания, собственно, внутренности всего того, как работает ML. То есть вот я ассистент, которым я в основном занимался, там просто мы дергаем большую языковую модель, она нам что-то отвечает и там весь ноу-хау, основной ноу-хау в том, как интегрировать в VDE. То есть это как раз приятная знакомая для меня область, что просто написать логин VDE, который вот в каком-то месте в какую-то... Что еще изменилось? Что еще? Там какие-то личные вещи, про которые сложно довольно рассказывать. Ну, туда про личные не стоит. А, вот могу рассказать. У меня снова появилась в Indie Group. Я очень... Ты ДНД водишь или играешь? Ну, то есть я очень долго играл в России, то есть как бы мы еще в школе начинали, и у нас была фактически вот одна компания, с которой мы играли до... Со школы. Со школы. Вот как бы фактически до моего отъезда в Германию мы играли. Но это не одна компания, конечно, это много разных. Понятно, все по очереди водили, куча разных компаний, но как бы вот группа людей... Одна комьюнити. Да. И, собственно, как бы после войны как бы вот двое из ребят, с которыми мы тогда играли, переехали в Мюнхен, потому что, понятно, потому что российский офис журналист открылся. И у нас теперь снова вот есть кусочек вот этой компании, которая тогда была. И вы прямо в ДНД водите? Да. Вау. Это надо в соцпакеты включать. Ну, в смысле, не, мы просто друг с другом как бы вчера мы играем, как бы мы с женой, я, Миша с женой. Ну, все, ну, все, ну, можно же в компании играть и в соцпакеты. Не, у нас в компании тоже есть любители этого дела. У нас, на самом деле, даже очень круто. У нас есть ребята, которые ездят на ларпы по Ведьмаку в Польше. И там прямо реально они там что-то... они прямо делают себе там из кожи, делают из металла, делают себе прямо и костюм, и экипировку, и все, что можно. И ездят, и на такие фотографии завидуешься просто. Круто. Вот. Так что у нас есть любители такого дела. Ну, и в ДНД тоже кто-то, понятно, играет. Ну, вот как бы... Вот сейчас надеемся, что сейчас еще с парой ребят будем новую сессию, новую компанию запускать. Что еще сказать? Не знаю, что еще сказать. Скажи мне, пожалуйста, что самое важное в жизни? Слушай, я, наверное, тебе отвечу о сознании. Понимание, что и зачем ты делаешь, и что тебе нужно, и делаешь где-то, что тебе нужно. И честность перед собой, чтобы ты сам себя в этом не обманывал. Мне кажется, если как бы ты это хорошо все понимаешь, то дальше уже из-за того очень много чего можно правильно делать. И отношение к окружающим, отношение к тому, что ты делаешь, к своей работе. И... И все. Субтитры сделал DimaTorzok